Коллеги, продолжаем нашу работу. Секция наша теперь такая. Священная Римская империя, Германия, Австрия, свобода индивида, свобода территории. Слово предоставляется Герману Сергеевичу Рогозину с докладом «Австрийская свобода как манифестация суверенитета Гарсбурга в средстве неисторического мифа на примере сочинения Йозефа фон Хормайра». Правильно, Ударин, или Хормайра? — Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемый председатель секции, дорогие слушатели. Уже четвертый раз выступаю. Каждый раз действительно рад такой возможности здесь выступить. Если что, у меня просто здесь не воды с камерой случились, и поэтому, наверное, буду чисто одним голосом. Я начну. Легитимация существования государства и властных структур тесно связана с созданием, использованием, поддержанием комплекса мифов, в том числе исторических. Они выполняют и сакрализаторскую функцию, и служат средствами политической мобилизации. При этом исторический миф формирует общепринятый образ прошлого конкретной общности или их объединения, еще и выступает при этом легитимацией притязаний государства. Имперский же миф, помимо этого, легитимирует еще и право империи на объединение такого ряда общностей. В условиях имперской ситуации при этом возможно и обоснование исторического права, политически выделившиеся из большого ареала общности на свой суверенитет и оформление этой самой империи. Все это в полной мере справедливо по отношению к империи Габсбургов, особенно в период конца 18-го, 1-й, 3-й, 19-го века. Поражение в революционных, наполеоновских войнах, появление титула «Следний император Австрийский», распад Священной Римской империи показали кризис старой парадигмы Габсбургов. В династической историографии этого периода, а именно в сочинениях Йозефа фон Хармайера, это послужило водоразделом между германской сопричастностью и австрийской свободой. Это было серьезной проблемой в черте формирования понятия австрийского в официальном дискурсе, то есть трактовки самоидентификации двора, элит и населения, причем как немецкоязычных, так и негерманских земель. Положение усугублялось имперской ситуацией, для равновесия которой национальный формат по типу предложенного Францией в годы революции считался неприемлемым. С позиции сопротивления революции в державе Габсбургов уже к 1790-м годам активно действовали противники утверждения новых ценностей. Частично это проявилось еще в Йозефинскую эпоху, однако к началу вооруженного противостояния Франции традиционная парадигма легитимации династии уже не работала в полной мере. Универсализм, австрийское благочестие и централизм не смогли стать эффективными следствиями политической мобилизации. Критика новых французских порядков такими журналистами-интеллектуалами, как Леопольд Алоис Коффман в венском журнале, способствовала мобилизации подконфессиональными лозунгами с опорой на образ турка как противника веры, который переносился на французов. Однако она не нивелировала кризиса старой парадигмы. Начало формирования австрийского консерватизма в первой десятилетии XIX века было ответом на такой вызов брошенной легитимности империи Габсбургов и их правления в своих землях. Оно также представало и альтернативой национальным возрождениям. Позиционирование Австрии как семьи народов, как это предложил один из идеологов консерватизма Фридрих Лунгенц, требовало и переосмысления прошлого империи, и формирования его цельной картины. Причем достаточно острым здесь представало положение немецкоязычной общности. Политическая ситуация последних лет Старого Рейха, обострение отношений с католической церковью, юзофинские по сути свои проекты в германской церкви ударили по универсионизму и австрийскому богочестью как опором Габсбургов. Погружение империи в кризис на рубеже XVIII-XIX века поставило вопрос пересмотра старых элементов репрезентации династии империи и выработки новой, а также ее продвижения цели населения, в том числе и в ней германском. Второй проблемой представала дискуссия о немецкой идентичности и потенциальном объединении Германии. Немецкоязычные наследные земли Габсбургов этот процесс не обошел, показателем чего станет дискуссия вокруг германской сопричастности. Она затронула двор, армию, высшую бюрократию. В таких условиях императору, его сановникам, а также связанным с ними интеллектуалам стояла проблема. Он в систематизации всего обоснования империи и выработки новой легитимации династии империи и власти. Должны были потерпеть изменения и понятия лояльности, подданности и самоидентификации населения. Немаловажным здесь являлся вопрос об австрийской свободе. Дискуссия о праве земель, когда-то юго-восточной окраины германского мира, на самостоятельность и свою государственность, а затем и имперское строительство, была связана с формированием официального мифа, дающего рамки историческому сознанию. Формирование представления об особом статусе австрийских земель началось еще в годы правления династии Бабенбергов. Оно продолжалось после прихода туда Капсулка. После 1526 года ситуацию усложняли разночтения с историческим сознанием негерманских. Формирование австрийской свободы завершилось лишь в первой трети XIX века в рамках консервативной идеологии и ее господства. Более того, концепт конкурировал в ряде ситуаций с германской сопричастностью, которая в ряде ситуаций принималась на вооружение Габсбургами, как это было в период дискуссии о реформах и подготовке к реваншу против Наполеона в 1805-1809 годах и во время войны за освобождение Германии в 1812-1814 годах. Тематика является одной из дискуссионных для австрийской историографии после распада империи Габсбурга. В межвоенные 20-летия дискуссия развивалась в рамках консервативной австрийской историографии, которая делилась на великогерманский и австрийский лагеря по идеологическим и этнополитическим причинам. Великогерманцы полагали историческую миссию старой Австрии выполненной, а страна должна была вернуться назад в Германию. Ее представляли такие исследователи творчества историографа, как Франц Брангл. Сам же историограф изображался мостом между австрийской и германской историческими традициями. Подобную позицию занимали и такие видные фигуры австрийской историографии, как Генрих Фонсербек и Отто Брунер. Эту же парадигму развивала затем нацистская пропаганда и историография. Австрийская же школа консервативной историографии исходила из антагонизма с прусским государством, полагала Австрию вполне себе дееспособным политическим образованием. Более того, в пользу этого все приводилась как раз-таки успешность австрийской свободы ранней. Так, Хуга Ханч полагал отказ Франца II от короны Старого Рейха, защитой христианства и подлинной декларации австрийской имперской идеи. Сюда же включалась наднациональная природа державы Габсбургов, которую Ханч отстаивал. При этом он не отрицал примата немецкого языка и немецкого по происхождению культуры. После восстановления независимости Австрии в 1945 году начинается пересмотр и понятия австрийской политической нации, исторической памяти, исторической политики страны. И акцент на образе австрийской свободы здесь стал первым шагом как раз в 1946 год. Это юбилей прихода династии Бабенбергов в Восточную Марку и первое упоминание названия Остарахи. В дальнейшем тем же Альфредом Мархойфершмиттом это все переосмыслялось с позиции австрийского характера романтизма и его специфики. Современная же австрийская историография, творчество историографа не делает предметом дискуссии, дихотомии консервативного и либерального. По политическим взглядам его обычно Хармайера помещают между консервативно-охранительным и национальным дискурсами. А творчество самого историографа изучается в том же контексте, как и наследие иных историографов-романтиков, в том числе и в державе Габсуфа. Дискуссия же об австрийской свободе, как правило, в последние десятилетия особо не поднималась. Связано это как с антигабсуфской позицией Хармайера после 1828 года, так и с особенностями изучения консерватизма в немецкоязычном пространстве в целом. То есть, которое нередко связано с профильными институтами, аффилированными с партиями. Для настоящей работы привлечены такие сочинения Хармайера, как последние тома австрийского Путарха, именно тома 19-20, «Австрия и Германия», опубликованная в 1813 году, «Армия внутренней Австрии под командованием арцгерцога Иоганна» в 1809 году, «История Андреа Сахофера, хозяина гостиницы из Пассайра», и также «Краткая история Отечества» и «Всеобщая история новейшего времени от смерти Кривиха Великого до Второго Парижского мира». Данный корпус текстов был подготовлен в рамках романтической историографии, медиавализма, если мы говорим о сюжетах, посвященных Средним векам, газурского мифа и консервативной идеологии. Несмотря на различия по характеру между этими произведениями, каждая в той или иной мере касалась австрийской свободы и наполняла этот концепт конкретным содержанием. Оно же эволюционировало под влиянием трансформации консерватизма, особенно после 1819 года, то есть Карлспадских постановлений. Концептуализация понятия австрийской свободы начнется Хармайером после 1809 года, то есть поражение в очередной войне с Наполеоном и отставка реформатора. При этом приход Кременса фон Меттерниха к власти означал смещение, опять же, консервативному повороту, уходу от германской сопричастности. Именно в это же время, собственно, консерватизм становится, устраивается в политику Вены. Элементы австрийской свободы при этом Хармайер наблюдал на материале различных эпох, и содержание этого концепта вся включала юридическую сторону. Сам Хармайер был юристом, поэтому в первую очередь обращал внимание на нее, однако при всем при этом, нередко будучи не в состоянии отличить классификат от реальности. Дальше это фактические отношения марграфов, затем уже герцогов, и эрцгерцогов с императорами и другими владетелями и князьями. Актуально было до, актуально было в принципе. Формирование представления о праве на самостоятельную германскую внешнюю политику Австрии, само по себе имперское строительство, его легитимность и легитимация самой династии. Отдельно здесь включается и борьба с внешними угрозами в Средние века, и новое время, и роль Австрии в защите германской земель. Все это сказалось на творчестве, все это проявилось в творчестве юридического фон Хармайера, несмотря на то, что он был идеологом Тирольского восстания в 1809 году, был советником лидера повстанцев Андреаса Копера, он начинает корректировать свои взгляды. Так, например, это проявилось в 19-20 томах австрийского плутарка, там были представлены очерки о правителях из династии Бабенбергов и нередко крайне противоречия германской сопричастности до 1809 года. Здесь из династии Бабенбергов удостоились внимания Леопольд I, Леопольд II, Леопольд III святой, Генрих II, я за мир год, Леопольд V добродетельный, Леопольд VI славный и Фридрих II воинственный. При этом всем очерки продолжали легитимировать монархию Габсбургов, представляя их преемниками Бабенберга. В принципе, это отражало и рост медиевализма, то есть внимание к Содневековью в романтическом дискурсе своего времени, с политическим и идеологическим контекстом. Здесь австрийская свобода помещена в определенный контекст, и это позволяет ее трактовать именно с позиции суверенитета. Сначала герцогов и эрцгерцогов, а затем уже императоров и королей. Все это трактовалось как расширяющийся концепт, при этом легитимный и юридически оформленный. Сами трактовки Хармайера были тесно связаны с идеями романтиков своего времени. В первую очередь это был акцент на органическую взаимосвязь монархой подданных. При этом формирование австрийской свободы начинает Хармайер не сколько с юридической стороны, сколько с местной повседневности. То есть постоянная боеготовность как элит, так и населения. Подчеркивалась роль того, что Австрия, как цитирую, защищала Германию и остальную Европу от вторжений гуннов, мадьяр, монголов и турок. Марка, а затем герцогство изображались святой землей для правителей, элиты населения. И, собственно, в этом и обрела свою историческую миссию на начальном этапе. Ее же дополняли усилия Бабенбергов по просвещению, по укреплению государственности, по налаживанию отношений с римско-католической церковью. То есть персонифицированное это все проявилось в очерке о Леопольде III. При этом Хармайер подчеркивал роль церкви и монастырей в оформлении австрийского государства и австрийской культуры. Далее же Хармайер отметил, что Австрия, как таковая, проявив свою свободу, была посредником во внутренних конфликтах в Священной Римской империи. Здесь заслуга отводилась Леопольду III, который, например, отказался участвовать в борьбе за имперскую корону именно с позиции сохранения мира в Германии. Не меньше же заслуга представала и посредничество между Генрихом V и Папским престолом по вормскому конкордату. То есть достижение имперского мира правило прямо ставило заслугу Австрии и австрийской свободе, которая тогда еще формировалась. Так формировался, в принципе, образ особой миссии окраины германского мира в Германии и Европе. Малый привилей 1156 года, присвоение Генриху II из Амирготу герцогского титула, прав голоса на Рейхстагах и освобождение от участия в Кафтагах вне Баварии с отделением от последней Австрии, трактовалось Хармайром как новый статус юго-восточной окраины Рейха. Он подразумевал, что так был признан особый статус Австрии и юридическое ее равенство со старыми герцогствами. Такие изменения и учреждения архиепископской кафедры в Вене сделало окраинное государство влиятельной силой. При этом здесь также подчеркивалась исключительность Австрии, например, на примере действий Леопольда V во время Третьего Крестового Похода. Именно с ним связывалось получение Австрии международного признания именно с этим временем. Само же государство Бобенбергов изображалось хоть и независимым от императоров, но при этом самым лояльным и хвасталом. Окончательно же в первой редакции австрийская свобода сложилась при Леопольде VI, то есть первое десятилетие XIII века. Здесь в качестве доводов приводилось присоединение Штири и Каринтии, внутренний мир в герцогстве, концентрация власти в руках герцогов и экономический культурный рост. Дополнялось же все это противодействием любым попыткам свергнуть Гугеншталху, а также помощь императору при разговоре с Папой Римским. Все это использовалось для формирования такого архетипа Золотого века, который тоже уступал нередко синонимам австрийского свобода. В качестве юридического признания здесь приводился привилей императора Генриха VII от 23 августа 1128 года, который потом, как было установлено, оказался подложным, как часть большого привилея, уже более поздних времен, времен Рудольфа IV. То есть фальсификация здесь с идеологической точки зрения обосновывала, должна была подкрепить то, что австрийская свобода уже была по сути своей на первом этапе закодирована. Закодирована при этом в историческом сознании и как имеющая силу имперского закона. Уже преемник Леопольда VI, Федерик II воинственный и полученное им письмо свободы, по которому герцог мог не участвовать в Рейхстагах, трактовалось как прецедент подобной Золотой Гуды. Здесь герцогу ставилось получение вены статуса имперского города, хотя Хармайер выпустил из внимания то, что статус был получен тогда, когда император Федерик II Шталфон конфликтовал с герцогом и занял владение нелояльного вассала. В пользу же австрийской свободы Хармайер привел, в первую очередь, то, что герцог принял участие в обороне империи от монгольского вторжения, а затем отставил независимость страны от посягательства короля Венгрии Б.В. IV, в собственное время которой Федерик погиб. То есть только первая редакция австрийской свободы, она демонстрировала Габсбургам исторические корни особой мессиавствии на контрасте со Старым Рейхом. И более того, собственно Австрия выставлялась таким маяком централизации государством, где царило взаимопонимание светской власти и клира. Оборона юго-восточных окраин Рейха, а также посредничество в решении имперских конфликтов, подкрепляло право Австрии на свободу в Германии глазами Хармайера. Дальнейшее развитие австрийской свободы Хармайер продолжил после 1812 года, то есть во время войны за освобождение Германии от Наполеона. Например, сочинение Австрии и Германии. Несмотря на уклон в сторону германской сопричастности, австрийцы считались участниками общего дела, но назывались отдельно от немцев и негерманских подданных Габсбургов как особая общность. Более того, у этой общности было право на лидерство в германском мире, так как, цитирую более других, австрийцы пролили крови и за него, и за Германию, и за Европу. То есть право Австрии на лидерство в Германии, однако здесь оно уже вступает в определенное взаимодействие с германской сопричастностью. Но в этом контексте не конфликтура. Далее же австрийская свобода при Габсбургах выражалась в единстве власти и власти над самими собой, как у населения, так и у владителей. При закодированном девизам Австрия превыше всего, если того хочет, при Эрцгерцоге Фридрихе V, император Фридрих III. Появление девиза «Аустрия есть император Орбе универсу» и альтернативные ему расшифровки трактовались как выражение старой и новой традиции при строительстве своей империи и борьбе с внешними угрозами. При этом конфессиональные конфликты XVI-XVII века лишь подчеркнули ценность австрийской свободы у Хармайра, которая была актуальна в новом прочтении и доказала свое право на существование в силу борьбы с османами, но при этом не отрицая общности с остальной Германией. В рамках наполеоновских же войн все это коррелировало с тезисом об Австрии, как и непобежденной до конца и одной из спасительниц Европы наравне с Россией. Борьба с Наполеоном, Тирольское восстание и продолжение сопротивления ставили по Хармайру Австрию над Германией. Дальнейшее же развитие народной войны против французской гегемонии называлось Хармайром восстановлением австрийской нации. Здесь же австрийская свобода, связанная с историческим правом, подкреплялась опять же общей обороной германских земель Европы и с позиции иного духа и иной нации, пусть и связанной с Германией. То есть здесь уже наблюдается определенный конфликт с германской сопричастностью. Уже далее Хармайр вернулся к этой тематике после тюремного заключения и после ссылки. Публикация такой работы, как «Армия внутренней Австрии под командованием арцгерцога Иоганна», а также истории Андреа Сапкофера, хозяина гостиницы из Пассайра, были связаны именно с австрийской свободой. Основной акцент делался на конкретном регионе в защите этой самой свободы, а о тирольцах Хармайр писал как «О верных подданных императора», в доказательство чему приводилась и активность самих крестьян, и популярность девиза «В имя Господа Кайзера и Отечества». Его Хармайр считал исключительно народным по корням. Более того, Хармайр осуждал Баварию, осуждал французские власти за нарушение прав тирольских сословий, которые предоставила императорская власть, собственно, к священству которой апеллировало население этой провинции. Вождь повстанцев Андреас Хойфер представал таким персонифицированным образом австрийской свободы, выходец из низов, который впитал традиции самоуправления и организовал борьбу против оккупантов. Еще и на этом фоне формировался архетип идеального подданного, который сформировался при этом, правда, не вчера, но был уточнен Хармайром на основе недавних событий. Австро-французская война 1809 года как таковая показывалась как защита австрийской свободы против наполеоновского гнета и позора. Без 1809 года не было бы борьбы за освобождение остальной Европы и Германии тоже. Война при этом изображалась народной и, более того, здесь подчеркивались заслуги негерманских общностей, например, венгров, сербов и хорватов в защите общего дома, что обновило понятие австрийской свободы, но опять внесло конфликт с германской сопричастностью. Герман Сергеевич, извините, пожалуйста, вынуждена намекнуть вам, что вы уже немножко превышаете рекламу. Извините, все, перехожу к выводам. Реклама, да, но ограничена регламентом. Да, я тогда сразу перейду к выводам. Понятие австрийской свободы у Хармайера прошло длительное становление и концептуализацию, и на начальном этапе оно было связано с формированием австрийского государства при Бабетбергах и особым сатусе окраины германского мира. Здесь сформировалась, по мнению Хармайера, иная политическая традиция, иная культура. Далее австрийская свобода дополнилась выводами, сформулированными Хармайером во время и после наполеоновских войн. Здесь она уже вступала в конфликт с германской сопричастностью, что показали последующие сочинения историографа. Более того, австрийцы здесь выделялись в отдельную общность. Ее историограф отождествлял с немецкоязычными подданными Гарсбургов, но периодически ее отождествлял и со всеми подданными династии, вне зависимости от этнического происхождения. Здесь уже наблюдаются колебания между двумя смысловыми трактовками и с восприятием династии как исторического лидера германского мира. Вторая редакция австрийской свободы была связана с противодействием и наземным вторжением и укреплением мира Германии и Европе. После 1816 года, то есть после тюрьмы и ссылки, понятие народной войны включилось в состав понятия австрийской свободы, как защита последней вооруженным путем. Здесь накладывалось как представление эпохи просвещения, так и апелляция к подданической лояльности. То есть сюда включались и восстания против Наполеона, сюда включались и мобилизация немецкоязычных и негерманских подданных первые полтора десятилетия XIX века. Австрийская свобода здесь равно воинская слава, и это понятия стали включаться и непривилегированные подданные Габсбургов, что в принципе все давало право Австрии по Хармайру на освобождение Германии и Европы от Наполеона и восстановление лидерства в германском мире. То есть здесь крен в сторону австрийской свободы после 1809 года у Хармайра, он строился на историческом праве, он строился на самостоятельности Австрии в германском мире и праве на свою империю. Все это аргументировало суверенитет Габсбургов и более того, дальше оказывало влияние на политические решения после 1815 года. Однако противоречие между австрийской свободой и германской сопричастностью, а также наполнение первой, сыграло роль определенной дезориентации официальных властей Вены уже в предмартовской области. Спасибо, извините, что несколько выбился из регламента. Спасибо, Герман Сергеевич. Коллеги, у кого вопросы? Артем Юрьевич, неужели у вас нет вопросов? Даже странно. Нет, тогда вы позволите, я задам вопрос. Да, конечно, Мария Вольфовна. Знаете, у меня такой вопрос, просто немножко удивило, я думаю, не только меня, но догадываюсь, о чем шла речь, о том, что модель отношения к французам на каком-то этапе, значит, у него переносился образ Турок. Не могли бы вы пояснить роль конфессионального фактора в этом образе, если вы здесь видите типологическое схожество? Да, конечно. То есть здесь речь идет о публицистике как раз 1790-х годов, а именно о Леопольде Алоисе Хоффмане, главном редакторе венского журнала. Несмотря на то, что сам журнал долго не просуществовал, он формировал образ французской свободы, равнозначный турецкому рабству. То есть здесь и такая критика того, что привносила французская революция, именно революционная Франция, на германские земли. Здесь представлялось, что сама по себе война с Францией это равносильно тому, как Габсбурги и их подданные противостояли османской угрозе, что в первую очередь это угроза и самим общностям империи, и угроза, опять же, угроза утраты самоидентификации, в том числе и конфессиональной. То есть здесь определенная критика шла новых порядков и противодействие утверждения новым ценностям, которые утверждала французская революция, в том числе и сторонники якобинских, как называлось, опять же, в той же печати, порядков. Понятно. А вот эта концепция антимурали христианитатис, она задействована была в этом споставлении, о которой вы говорили чуть позже в связи уже со спецификой австрийской свободы? Конечно, задействована. Хорошо, спасибо большое. Вопросы еще есть? Артем Юрьевича, да. Простите, пожалуйста, у меня вопрос, связанный с тем, как вы отвечали на предыдущий вопрос. Вы говорили, если я правильно понял, о французской свободе, которая подавлялась в еврейском урабском. А вот скажите, пожалуйста, само слово «свобода», оно для Хармайера и несет какую-то окраску, вот именно само слово «свобода», позитивную, негативную, или оно нейтрально, и как бы оценка свободы зависит от контекста. Это, ну, словно, австрийская свобода – это хорошо, а французская свобода – это плохо. Спасибо большое за вопрос. Здесь речь идет именно о последнем варианте, то есть слово «свобода» в определенном контексте у Хармайера. Если, конечно, австрийская, она выставлялась как благо, как ценность, которую следовало защищать и сохранять. Более того, в этот процесс включались и негерманские общности империи. Свобода же в рамках критики действий революционных, то есть как вот французская свобода, это, по сути, равно синоним беззакония, анархии и террора. То есть здесь именно в таких контекстах и получалось. Спасибо большое. В общем, своя свобода ближе к теме. Александр Михайлович, можете задавать. Да, благодарю докладчика за очень интересный доклад. У меня такой вопрос. Вот я как-то где-то полгода назад слушал доклад одного историка, который занимается австрийской армией. И он, в частности, говорил, что произошло за период наполеоновских войн в Австрийской империи, в смысле, в армии Гасбургов, произошло изменение этнического состава. Если в начале армия была преимущественно немецкой, ну, за счет, соответственно, имперских земель, собственно, германских, то к концу войны, когда уже, собственно, уже была австрийская империя, то там существенную долю уже составляли венгры и славянские народы. Вот. И вот в вашем докладе прозвучало, что у вашего, вот, героя вашего доклада, Хормайра, происходит вот после, там, 1809 года, да, осмысление того, что, значит, венгры и хорваты играли большую роль вот в этой войне, да, ну, собственно, против Франции и так далее. И, соответственно, у меня вопрос, то есть, вот, чем, на ваш взгляд, было вызвано вот это, у Хормайра особое подчеркивание роли Венгрии и Хорватии или же, то есть, упоминало, то есть, протерпело ли это какое-то изменение в его оценках или нет? То есть, это что-то новое у него появилось или как он вообще это видел? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. У Хормайра особый акцент до 1809 года ставился на хорватах. Более того, то есть, более того, в предыдущих томах австрийского путарха как раз один из сюжетов был посвящен Николе Зримскому, герою обороны Сигитвара. Эти же сюжеты затем Хормайр продолжил и дальше. То есть, особая роль хорватской общности, то есть, еще и при этом, как самых лояльных юридически, по сути своей, поданных венгельского короля. Включение же, собственно, венгров в этот контекст, это да, это уже после 1809 года, то есть, мобилизация уже общеимперской войны в новом прочтении. И здесь уже признавались и заслуги венгров в сдерживании османской угрозы и ранее. При этом формировались и образы, такие ключевые образы тех венгерских деятелей, которые организовывали эту оборону, то есть, семейство Кунеди, палатин «Тамош на дождь» и другие. Здесь еще и это связано с тем, что в 20-е годы, вот в «Малой истории Отечества», я выпустил этот сюжет в нехватке времени в своем устном доступлении, появился соавтор из числа венгерской аристократии, Алаэш Меднянский, и он, собственно, восполнил у Хормайра еще и ту лакуну, которая у него была связана с тем, что он сам не владел венгерским языком. То есть, он не мог работать с венгерскими текстами из-за этого, если они не на латыни, и был очень сильно ограничен в своих действиях. При наличии уже венгерского соавтора и, собственно, о роли Венгрии сам Хормайр стал говорить все более и более активно, это продолжалось до конца 20-х годов, то есть, до эмиграции историографа в Баварию. То есть, тогда уже и венгры стали пониматься не просто как такое проблемное место, и, более того, та часть империи, с которой постоянно приходилось вести переговоры, искать какие-то компромиссы, но еще и как та часть империи, которая количественно способна мобилизовать большое число поданных на защиту общего дела. Спасибо большое, отпускаем Герман Сергеевича. Теперь слово предоставляется Илье Владимировичу Илюковичу с докладом «Свобода аристократа в немецкой портретной живописи». Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рад, что смог сюда приехать из Петербурга и принять участие в конференции. Вот я занимаюсь исследованием аристократизма, и в своем выступлении хотел бы сопричь седьмого понятия, понятие свободы, понятие аристократизма на конкретных примерах живописных произведений и германской культуры и рассмотреть, что из себя представляет понимание свободы для аристократа, что значит аристократическая листья свободы. Начать хотелось бы с неких общих слов, что и то, и другое понятие, как и многое другое, как, в общем-то, и вся европейская культура, она родилась в Древней Греции, и вот эти два понятия, они в значительной степени с самого начала оказались связаны друг с другом. Свобода – это было то, что отделяло, что разделяло представление грека, самого грека от крестных народов. То есть он, как и любые, в общем-то, культуры, делили людей на своих чужих, на эллинов и варваров. Но под варварством, в греческом понимании, подразумевалось не просто дикие перемена, которые нападали на Грецию с севера, но в том числе и представители разных культур Древнего Востока также осуществлялись греками-кварварами. И греки объясняют это именно тем, что восточная культура, хоть и богатая, и интересная, и многое можно взять, но люди, которые хожу, они не свободны. А греки, вот они впервые начали представлять себя как свободные люди, разумеется, не все, разумеется, какую часть. И эта часть, она была представлена, в первую очередь, элитарь общества. И здесь же возникает понятие аристократия как прослойки лучших людей. Здесь я на слайд не привел слово, само слово, откуда оно происходит. Значит, слово аристократия лучший, и, соответственно, с одной стороны была и форма правления, понималась, как правило лучших, по другой стороне прослойки лучших людей, и впоследствии европейской культуры именно второе значение как прослойки лучших людей, это она имеет перестепенное значение. И, соответственно, аристократизм, если говорить о культуре, то это ориентация культуры на лучших, то есть это фокус на лучших людях. И вот этот фокус, он проходил через все исторические эпохи развития различных культуре Европы вплоть до 20 века. И оказывается, что аристократизм стал возможен именно благодаря тому, что был создан круг людей, которые относились к другому народу. Здесь, в первую очередь, можно вспомнить о рыцарстве, идее рыцарства, рыцарстве в сообществе, по которому очень красочно нацелье, внутри которого очень красочно описывали их архивнинга в своем произведении «Осень среди иконы», там в практике разбирают огромальный момент поединка, момент взаимодействия и выстраивания равных отношений через поединок, через игру. И здесь вот оказывается, что для того, чтобы быть лучшим, нужно это постоянно подтверждать на грани смерти, нужно показывать свои высокие величинственные качества. и здесь возникает свобода, которая превозмогает всю сложную иерархию средневекового общества, превозмогает систему честной лату, жаловок званий, и той культуре свобода могла срубить в большей степени, или в меньшей степени. В качестве своего предела я привел цитату текста «Присяги королю арабона испанских дворян», который был записан в 16 веке, и он как раз когда-то идеал свободы наристократический лад себе может представлять. Мы, которые не хуже тебя, приняемся тебе, который не лучше нас, приняй тебя нашим королем и победителем, если ты будешь ввести наши вольности, а если нет, то нет. И вот эта идея, что любовь даже самый бедный, даже благополучный сэрлигиевый, велочайший жалко существовать, он обладает достоинством, и это достоинство он к себе нанесет. И аристократизм, который свойственен различным европейским культурам, он проявлял в разные эпохи по-своему, и в разных самых также проявлялся по-своему. Из-за есть культура, в которой аристократизм представляет чуть ли не главную чайку культуры, насколько прочно он вошел, скажем, английский аристократизм. Англия до сих пор является монархией, и аристократическое начало Великобритании для сегодняшнего дня тоже сильно прослеживается. Другой пример, французский аристократизм, как обладец аристократизма как такового формировался. Испанский аристократизм, но его раз век пришелся на испанский из 2 века, получается, 16-17 века, впоследствии в 19 веке Испания вращала провинциальность, но и в детстве пройдут, конечно, там уже ушел на целый план, и его свистил в трансцузский аристократизм. А есть народы, где аристократизм проявлен не так сильно, например, Италия, которая гораздо больше простонародных в моментах итальянской культуры, и, скажем, русская культура, которая значительная техника христианская и полноценная культура аристократическая у нас в момент представлено по 19 веку, 18 веке ученичества, 19 веке или просвета, после которого снова у нас итальянская культура провелась. И, соответственно, вот это особенности в том числе особенности немецкой культуры тоже говорят о непросовом отношении к аристократизм веке, а также в 200 метров процедат немецких социологов, как они осмысляют свободу и аристократизм. В первую очередь, если давайте работаем в Штене на форсальский цитализм, в ней он сопоставляет английское и немецкое трактовку свободы, и если про Англию он говорит в терминах имидуализма, то о Германии он говорит как о коллективе стольного принципа цитализма, противопоставляет имидуализм и социализм, и то и другого он считает добродетельно высшего порядка. В первом случае, в случае Англии, в первую очередь была ответственна за свои действия, самоопределение, решительность, инициатива, то во втором случае, то есть в случае Германии или генназко-социализма, это идея верности, дистрибина, самоотверженность, самоотречение, самовыспекание. Быть свободным и служить нет ничего труднее того и другого. И народы, духы, которые основаны на одном из этих свойств, народы, действительно умеющие быть свободными или служить достойной дикой судьбе. Служба – это проявление старых русского духа, родственного старых испанского, который также выкован в рыцарской борьбе с личниками. Не я, но мы коллективное чувство, в котором каждое отдельное лицо совершенно растворяется. Дело не в человеческой единице, она должна жертвовать собой целого. И каждый стоит для себя, а все для всех. С той внутренней свободой, высшей смыслы, свободой повиновения, которая всегда отвечала лучших представителей русского воспитания. То есть, согласно Шпенберу, основная особенность немецкой свободы – это то, что именно это свобода повиновения и свобода подчинения себя как индивида общему целому. Макс Уэббер дальше приводится его цитата, он вообще говорит, что аристократизм на немецкий лад весьма самым сильным. Для немца аристократическая традиция она не принесена единее, под сильной влиянием Франции находится, а немцы в первую очередь он вообще прямо скажет, немцы это народ лидеев или если приятнее слышать буржуазный народ и лишь на этой почве может возрастить специфическая немецкая форма. Здесь он говорит о том, что немецкая культура внешнего презентации аристократов всегда приводит претензии по части поверхности и по части того, что то, что любят правительский эффект красиво представить себя эти теоретические слова все это мне кажется чем-то поверхностным не основателем а все самое главное это внутреннее состояние и именно твое то, что у тебя внутри находится находится нечто также важное в отношении немецкой культуры говорит социолог Арберта Лиас он говорит о том, что немецкая культура она ближе к владелью интеллигенции которая противопоставляет за аристократии и интеллигенция она видит свободу своего его сопровождении коллективного идеала то есть духовной деятельности которая служит общей и все поглощающей идеи воплощение интеллигенской свободы на немецкой луна может представить себе работы Гегеля его проигиотная система духа когда Гегель в своей свободе погиновения поминуется закон о мышлении и выставит проигиотную систему которая подает себя свободу в правом виде система Гегеля отражает интуицию немецкого народа о том как можно представить себе то есть это серьезность честность федантизм поляр закон долг и некий спектицизм относительно внешних проведений рестократизма и внешней манифестации свободы и если теперь видите собственно открыл портретной живописи посмотреть о том как аристократизм вновь на свободе отражается в портретной живописи здесь я подготовил несколько портретных рядов нескольких живописцев каждый живописец конечно отражает свое собственное представление об аристократизме значительной степени живописи это искусство универсальное и общеевропейское поэтому ее как изображена аристократа живописи перекликается и в разных странах все эти мотивы перекликаются особенно с учетом сильного французского влияния на традиции немецкой живописи и здесь на этих портретах можно видеть основные магниат того как представлены аристократы и в общем можно сказать что это общеевропейское занимание аристократизм если посмотреть на левый портрет семейный портрет барона фон эрлак здесь сразу видно кто в центре кто задает тонн это конечно же глава семейства и вокруг него создается празднование то есть он встречивает собой и чем ближе к нему тем ярче свет аристократ он задает меру пространству все относится именно к нему и дальше уже выстраивается иерархия дальше видно что следующая яркая фигура супруга дальше дети как обравление и создается мир в котором первенствует аристократ при этом он обращен зрителя и если смотрят добродушный много нечисленный вот это и при этом тут нет какого-то консования ни в первом пространстве ни в правом пространстве русского императора первого и здесь помимо обращения зрителя есть еще и самообращенность это важный момент аристократ он в первую очередь обращен к себе момент того что он в себя включает целый мир но при этом он готов пустить и другого человека в мир и пускает он именно через обращен в себе свободное отношение то здесь нет подавления или предъявления своего господства с целью подавить зрителя здесь есть отношение правного к равному но при этом первенственным аристократам на других портретах здесь представлен это укулёрник Тиждей он представляет классическую традицию академической живописи здесь портреты гораздо меньше внешней атрибутики больше акцент на лице больше акцент на самом образе и тоже что мы видим как здесь представлена аристократическая аристократическая свобода мы видим прекрасную женщину визу параллелу русскую и принцессу велику пульскую но женственное прекрасное оно здесь преодолевается и отходит во второй план в перспективе вот этого обращенности и ощущения властности с одной с одной с одной стороны в взгляде в осанке и положение головы и с другой стороны вот эта свобода взгляда которая также как бы и и зрителю обращается и к себе то есть здесь есть тоже самообращенность вот эти портреты было интересно сравнить дальше у меня представлено изображение аристократов и например если сравнить изображение принцесс с английскими портретами изображения аристократии здесь ванны и представлен и вот если посмотреть на них то в этих портретах гораздо больше доночилось снобизма некого пренебрежения к зрителям некого как бы показного отчасти показного такого величавости как показать то что вы выше вас и смотрите какие вы красивые смотрите какие вы замечательные и вы должны нам восхищаться нам планироваться это английская занощивость и английская занощивость как бы чопорность надменность и здесь я вам представлю в то же время как в немецких портретах принцесс которые были вот здесь нет такой сильной обращенности к зрителям здесь есть и обращенность и самообращенность и величие в том смысле что вот вы такие и вы можете с нами свободные люди со свободными людьми без превозношения кого-либо и также интересно сравнить другие лидеры сократизма которые могут появляться в живописи в других культурах если говорить про испанскую культуру и про испанской живописи то в них произведениях испанских художников альсократизм сильно связан с религиозными мотивами здесь отчасти близок испанской аристократ к теме монашек кернинов теме обращенности молитвного предстояния это видно в портретах аль-грека и строгость образа в том числе в изображениях член иператорской семьи где взаскался тоже наряжена например параллель елизавета маконска упоминает рыцарские объяния строгость лаконичность скромность минимализм образа и религиозные мотивы весьма сильно представлены и есть другой аристократизм представление само это французский аристократизм образец аристократизма как такового как он сформировался вот произведение гиацинта лиго можно видеть внешний блеск внешние представления через атрибутику которая показывает величие аристократизма через положение которое передается роль аристократа но при этом внешняя атрибутика она все равно не давлеет все равно есть ощущение личности и ощущение того что аристократ несет в себе внутреннее достоинство которое и позволяет ему занимать то место на которое он претендует хочется сравнить например портрет Людовика XIV представлен и немецкий немецкое изображение которое мне давать в уголовок плана плана Фридрика первого то Фридрика первого он гораздо скромнее смотрится хотя тоже тот же самый французский стиль те же самые одеяния гораздо меньше манерности гораздо больше акцент на внутреннее личное достоинство и вот этим можно сказать своеобразие немецкого аристократизма я заканчиваю если подвести итог то в плане генерского аристократизма свободного настоящее немцы они весьма осторожно с внешней манифестации поэтому сама идея аристократизма для них они часто стоят под вопрос и больше склоняются в сторону на уровне культуры и интеллигенции в сторону идеи служения всеобщим то есть свобода повиновения важнее и тех образах аристократии которые можно видеть в живописи они придерживаются уверенности и акцент на внутренние личностные качества вместо какой-либо внешней манифестации которые сводятся на франкуте к живописи на этом я закончу спасибо коллеги есть ли вопросы позвольте тогда я скажу во-первых у меня вопрос такой простите формальный а вы по какой специализации у вас основная кто историк социолог историолог понятно тогда вопросы мои снимаются отчасти Илья Владимирович вы меня простите пожалуйста ну конечно с точки зрения методологии вашего исследования ну надо как-то как бы сказать более убедительно все-таки аргументировать потому что очень много допущений вы исходите из большого количества допущений на мой взгляд извините пожалуйста и что такое аристократизм что такое свобода и ваш анализ визуальных образов понимаете здесь же надо учитывать простите стилистику здесь надо учитывать жанр здесь надо учитывать о каком восприятии вы говорите кто собственно вот зритель которого кто должен вычитать у них этот аристократизм свобода мы с вами или так сказать те люди которых вы привели в качестве определителей которые давали дефиниции но не шпенглер же наверное все-таки здесь у нас как главный зритель плюс зритель современник парадный портрет отличается по жанру от портрета такого семейного сентименталистский портрет отличается соответственно от портретов эпохи романтизма то есть здесь огромное количество таких как бы сказать превходящих вещей данных которые вы должны ну как минимум оговорить да если это понятно что вы можете быть со мной не согласны но в докладе все-таки это надо оговаривать потому что в противном случае возникает очень много подозрений здесь разных создательного всего места и конечно можно сказать что нужна контекст и у меня в первую очередь было желание посмотреть на архетипы и сравнить разные архетипы разные варианты вы про архетипы ничего не сказали здесь же проблема как раз тип и индивид понимаете изображение типичного или изображение индивидуального и в каждую эпоху это соотношение будет разным я уже не говорю про конкретный текст я прошу прощения коллеги я просто так разволновалась потому что я сама занимаюсь визуальными образами и у меня массово возникает все время проблем с их анализом и тут я вот нашла живого культуролога Владимировича который тем же занимается поэтому уж извините будут ли еще вопросы коллеги пожалуйста Владимир у меня скорее такое рассуждение у вас в докладе было больше про национальные особенности если так можно сказать аристократии а над проблемой такого вот паневропейского идеальностифического аристократизма вы или выявление аристократии вы задумывались ли какие работы вы смотрели кто вообще этим занимается на основании чего потому что это основание для того чтобы дальше идти к тем национальным вариантам о которых вы говорили и мне кажется чуть-чуть тоже как Мария аристократии не хватает потому что ну вот эти вот все аристократизмы национальные они общевропейские в это время с одной стороны они перенятся в истории отдельных стран в эволюции этих аристократий конечно когда я про англичес аристократии услышала не могла не вспомнить свою любимую Линду Холли которую я в общем стараюсь цитировать всюду где ее рассуждения мне полезны потому что как раз начало 19 века наполеонские войны это когда аристократия решает что близость к народу это то что ее спасет и слава богу 21 век они до сих пор с этой близостью к народу да такой кажущейся да у них другое произношение недостижимый стиль в одежде там еще что-то но тем не менее они как в 19 веке решили что мы сделаем вот эту вот иллюзию близости к народу недосягаемой и вот это нас спасет а как в других странах особенно в Франции с Германией опять же аристократия она не едина для меня интересен вопрос отношения аристократии и дворянства потому что все-таки древнедорное сословие король ну даже и том как и латорос да вот этим средневековым они же практически на всех странах разделяются на аристократию и дворянство да соотнесение аристократии и дворянства желание дворянства воспроизводить аристократический стиль желание так сказать насколько проходимы вот эти вот социальные барьеры между там каким-то фон и уже там как бы там Фрайкер а уж если он там графом становится это вообще прекрасно то есть вот это все оно немножечко домысливается слушателями поэтому скорее это просто пожелание дальше углубляться если у вас основная специальность культурология вот историческую базу ну чуть более предметно потому что если расширять до бесконечности историческую базу то не получится собрать наоборот ее надо сузить надо ее не расширить а сузить да и каждый конкретный начать с общего потому что вы так берете смело Москве у вас тут все французское а то сразу немецкое совершенно разные процессы а с другой стороны это общность которая в эту же эпоху то на что я опирался если если по источнику на ваш вопрос то я везде по крупицам то есть что-то есть у социологов немецких которые пишут по части живописи вот я опирался на работе петербургского культурового саппрома Петра Александровича идет семинар по живописи и несколько книг по живописи вышли здесь я на это опирался и кроме публикации сравнительного анализа различных культур здесь я приводил но конечно нужно все это более систематично тут я согласен надо привязать к земле да конкретно да Артем Юрьевич пожалуйста у меня тоже такой вопрос по желанию ответить я предыдущего и как от Марии Борков и да вообще мы можем говорить именно о национальном потому что наша и национальность не едина то есть ну например и даже определение аристократии правда не нация а кусочки нации правда общие внутри нации будут для меня как раз таки Германия русское юркерство это образец аристократизма вот хорошо мы берем как образец именно герма английского аристократии индивидуализма она не в русских юркеров всех таких немецких аристократов генералов и так далее почему они аристократия мы ее исключаем мне кажется тут вообще нужно помнить о том что у нас могут быть в разных данных странах а в разных частях того что мы сейчас называем национальности разные элементы и разное восприятие аристократизма ну что я повторяю я смотрю через мобилу через призму я смотрю через призму данного казачьего аристократия 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 какие-нибудь плаковые красновые что иметь долгорубки это совершенно разных категорий и сходя я думаю вот эти маленькие вопросы что мне интересно а аристократия это чья аристократия русская или немецкая 20 тысяч аристократия что здесь в России те немцы которые приехали в Россию в генеральский корпус в России это пример аристократии нет я не про те кто приехали я именно те кто был на территории России современной при Балтике в Азеевке в Куберне там корпус аристократии тот же Баклайда Толи который владел полкомиссером и так далее вот всякие там розыны кофы люди которые потомки лицарей Львовского на Тевстонского на которые остались при Балтике в Куберне была своя культура которая в общем-то отличная и от континентальной немецкой и от российской то есть они при таком национальном поколе они как бы вообще выпадают потому что они и не русские и не немцы а аристократия там была и была влиятельная и интересная это просто такая маленькая примарочка извините да я бы сказал что есть некий устойчивый архетип но конечно когда начинаешь осматривать маленькие культуры маленькие страны и регионы то уже аристократия и идея устойчивый архетип и монархия становится не отставить высокоплодной там просто очень интересно как раз вот эти локальные случаи которые восходят к общей проблеме австрийская монархия как ей нужно было переварить польское дворянство с их совершенно иной после первого раздела Польши с их иной иерархией дворянских титулов Италия Северная Италия под властью Гауссурганка тоже иногда путем девальвации того или иного титула происходила интеграция в пёстре вот этот Мирвенского двора поэтому правда вот вам нужно накопить эмпирический материал который вам позволит потом эти портреты действительно считывать как вот мы схема метро читаем поэтому европейское аристокрытие очень интересно но для этого правда нужно чуть больше почитать про её и эмпирическую историю собственно которая была и про осмысление социальной историкой не брезгуйте историками нужно спасибо большое Илья Владимирович всё я передаю я представляю первых докладчиков мы начинаем нашу текцию говорить о свободе и первыми говорить о свободе будут казахсты Евгений Вячеславович и Кима Мария Владимировна с удовольствием представляю наших гостей высшей школы экономики переводческие практики и свобода реализации метра русско-белорусские литературные трансфермы на первых слов под это ударение я надеюсь так что я спасибо большое возможность выступить у вас мы приготовили довольно необычный доклад сегодня о эволюции белорусского стиха и о том как белорусские авторы переводили его писали ну вначале несколько слов таких от меня отступка вот это исследование по моему руководству я уже говорил еще мало сегодня предоставлены слова коллеги которые в основном доводили исследования несколько слов о белорусской литературе ее роли вот на этой замечательной карте представлено повселение белорусского племени официально которое значительно больше в нижней территории Белоруссии и это то что называется балкорусским балкорусской культурой который сыграл очень важную роль вообще говоря в развитии контактов между Западной Европой и московским государством то есть велико-русским культуром мы знаем как раз в 17 веке как раз Белоруссия была таким важным коридором через который туда проходила в 18 веке осуществался трамс культурный трамс я привык приводить трамс но трамс осуществался трамс трамс в литературе ну не будем говорить о разных формах культуры которые испытали влияние западных образцов белорусских и украинских образцов но и литература прежде всего конечно Кстати, когда говорят о том, что русская культура ближе к украинской, ближе всего к белорусской, для меня это всегда было как-то не очень понятно, потому что ближе, чем к белорусской, то есть белорусская, русская, ближе, чем к русской и украинской. Это не очень справедливое утверждение, которое часто рассказывают историки культуры и русской историки, потому что на самом деле так называемое полоцкое пиаровство, оно занималось совсем особое положение на середине серии века, нежели, скажем, новгородское, киевское пиаровское. Это все-таки совсем особая западная какая-то балкорусская территория со своим правлением, со своей династией, не любящей, да, и всегда, в общем, это была какая-то особая такая земля, которая вот сейчас в различных политических культурах оказалась действительно достаточно не страна, но исторически это было все-таки не так. И когда говорят, что, ну вот считать, что часть Украины, значительная часть, вошла в состав московского государства в XII веке, в принципе, часть Белорусского тоже, потому что, касается, создали восточную территорию Технадзе, но, как сказать, сердце этого, основа этой территории, основная часть Белоруссии, вошла в состав московского царства, туда гораздо позже, там, в конец XVIII века. И вот надо сказать, что до этого времени, до конца XVIII века, ну особенно в XVII веке, Белоруссия была действительно очень важной таким для Москвы источником формирования литературы, театра, и, прежде всего, литературного стиха, знаменитый Семенковский, конечно, который был. В значительной мере, да, благодаря его влиянию, русский стих реформировался, привелся в следственный теломический стих, которого не было до того, и традиций, привелся вообще, говоря, новую форму взаимодействия литературы и депутации, можно сказать, что это было первым официальным переговорным проектом в России. И влияние действительно шло вот так вот, именно через Белоруссию, с запада на восток. Картина меняется в XVIII веке. И вот в XVIII веке уже, в конце XVIII века, в начале XIX века, белорусская литература оказывается на влиянии русской культуры, русской литературы. И, прежде всего, влияние с лихаром, то, чем мы занимаемся с Марией Владимировной, это исследование на влиянии с лихаром. И Марией Владимировна занимается частенько переводами. И переводы, конечно, появляются уже только в XX веке, когда белорусы начинают переводить русских авторов на белорусский язык. В то время, когда Белоруссия, в общем, совершенно, кстати, уже русифицирована. И эта русификация, она сохраняется до сих пор. На самом деле, ситуация в Белоруссии гораздо более, что ли, такая прозрачная, чем на Украине. И влияние русского до сих пор очень-очень большое. И стоит вопрос вообще сегодня, или в 20-м веке, в 30-е годы, в 20-е, в 40-е, в 30-е годы. Насколько было важно переводить русский проект на белорусский язык? Потому что, конечно, это совсем не только переводить, но, например, Пушкина на французский язык, когда хочет принести до французского читателя, русского автора. А то, что любой белорус, как говорится, белорусский диагностия, это тоже значительное предназначение, потому что в основном для белорусскоязычных читателей. Белорусский язык сохраняется, в принципе, все сохраняется на фитусах, в отличие от правительства. Белорусский язык сохраняется, но, в принципе, для обычного белорусского читателя нет труда прочитать Пушкина на русском языке. Зачем переводить на белорусском языке? Это особая ситуация. И второй вопрос, а насколько, вообще говоря, эти переводы, то есть какая стратегия этих переводов, переводов, которые делают белорусские авторы и активно переводят, до сих пор, у сих пор поэтов на белорусский перевод. Для чего это делается? То есть в большой степени это, вообще говоря, интерпретация. То есть это не попытка донести к белорусскому читателю Пушкина, а попытка интерпретироваться. В значительной степени это еще задача создать своего белорусского языка, своего белорусского языка, своего белорусского представления. То есть, как бы, а возможен ли роман в стихах вроде Денина Мегина на белорусском языке? Вот. И нас заинтересовало, насколько связано связанные эти белорусские переводы с русскими сочетками, или с собственными белорусскими традициями. И мы постараемся смотреть на это через призму просудия стиха, которые подвергаются точным исследованиям с современными психологическими методами. Мы можем, так сказать, показать степень зависимости в видении белорусских переводов от белорусской традиции первых русскими работами сочетками. Спасибо большое. Собственно, первое, я предлагаю сегодняшний ритмичный перевод Евгения Мегина. Вообще, существует всего три лица. Первый перевод был закончен в 1936 году, перевод Дударя. Следующий перевод перевод был опубликован в 1947 году, поскольку, в общем, первый перевод не был доступен в связи с тем, что Дударя арестовали, и в 1937 году он был расстрелян. Соответственно, создавалась переводная древность в переводе в нормальной цехах завтра. Также имеются отрывки из третьего перевода, его уже выполняла перевод с моментальной расстреливом во второй половине двадцатого века. И, собственно, на этом графике мы видим все четыре линии профилюдарности оригинального текста. Скоро, что профилюдарность. Вот. Собственно, профилюдарность показывает, насколько высокая частота реализации определенных иктов. Ну, вот первого, второго, третьего, четвертого, поскольку мы говорим о четвертого века. Вот. И, собственно, мы видим, что оригинальный текст и перевод рассеянный они по ремническому исцелку достаточно скотят. Практически одинаковая ударность первого икта, абсолютная знаковая ударность второго икта, третьего и так далее. Но переводы Дударя и Калишова они демонстрируют совершенно иную картину, мы замечаем, что ударность первого и второго иктов они практически равны друг другу. И это особенность не характерная в принципе не Пушкину, русскому стеку соответствующего периода. И возникла хорс, собственно, оттуда берется такая интересная ритмика. Возможно, такой ритмикой писали собственные произведения эти переводчики, либо это было характерно с тенденцией из трехстокного яма соответствующего периода, либо совершенную другой источник. И в том, что сегодняшний доклад в том числе. На начале рассмотрим распределение ритмических форм яма обнаруживает таких 6 ритмических форм. Чтобы посмотреть, так ли похожи переводы, как мы видели на предыдущем слайде, линии профилюзарности по формам. И мы видим, что достаточно похоже. То есть перевод Росеневы и Пушкина, заметно определенное сбежение в использовании тех ритмических форм. И точно так же похожи переводы Дудеря и Кульшова. При этом про перевод Росенева стоит сказать следующее. Несмотря на то, что ритмически она очень близка к Кушкину, исследователи отмечали, что лексически она далека от Кушкина, перевод менее художественно точен, чем по сравнению с переводами Дудеря и Кульшова. Здесь я предлагаю вам взглянуть на несколько отрывков из всех переводов в сопоставлении с оригинальным текстом и досмотреть насколько перевод Арсеневой свободен от Кушкина. Во-первых, на что стоит обратить внимание, это что у перевода Арсеневой более точная ритма. «И в сад недели надо жить, еду ляну и чисто жить». То есть в других переводах мы замечаем меньше человеку, например, у Дудеря «У сад недели надо жить, и у жоги лень до лей ступить». Плюс и Дудер, и Кульшов они в финальной строке сохранят вот этот русицизм слова лень, а Арсенева в принципе меняет синтоксическую конструкцию и заменяет вот это существительное на другую форму. И в целом смысл этой финальной строки тоже меняется. Здесь мы можем сказать про более четко выраженную иронику слователя в связи с поведением пассианы Лариной в саду. Что еще можно обратить внимание, что еще меняет Арсенева в отличие от двух других переводчиков. Это третья строка где в оригинале Кушкина говорится то о точке Татьяны. Соответственно у Дудера и у Калишова мы видим что он дочке, а Арсенева она в целом меняет. Опять-таки смысл немного этой фразы и вместо «Офей» у нее поверяется в головах. Предлагаю сдвинуть дальше на собственно сроки касающиеся Владимира Менского. Тоже кстати интересный момент, что в переводе Дудера эти сроки отсутствовали я это связываю в первую очередь с тем, что Дудер не успел сдать полностью готовую текст редакцию, как я уже говорила, его расставали за всем посредяли, и часть строк не только в этом моменте, но и в других она была просто пропущена. Это можно объяснить вот такой неполным вариантом рукописи, который нам услугит. С другой стороны, возможно сроки про то, что ленский поклонник антар и поэта были не очень приветствую из вот этих демокров. Возможно, это связано с этим. Но тем не менее, здесь я хочу обратить внимание на сопоставление, которое делает Арсеньева. Она говорит, что ленский прихожий быть сама полуцвет. Хотя, например, Акуляшов он довольно тоже дает автор соприк текст. Да, красавица в полном свете лет уросх в 12-х лет. Конечно, таких примеров, где Арсеньева она отдаляется от регионального текста намного больше. Это заслуживает отдельного полноценного исследования. Но я вам хотела это показать по той причине, что, несмотря на то, что ритмически Арсеньева она очень сильно связывается с Пушкиным, практически одинаково ударность их и распределение архитмических форм. Но чувствуется, что она сказала прицелую страх, что лексически именно отдалиться от риминала, отдалиться от Туши. Это связано и с временем написания переводов, все-таки вторая была в 12-м веке. В целом эти отрывки были опубликованы за границей. Меньше чувствовалось какого-то пьянения государства, потому что Дудер и Пушок они проводились в рамках задачи по переводу текстов Кушкиным на белорусский язык. Теперь я бы хотела вернуться в целом к вопросу, куда появляется обычная риминка в переводах и сравнить перевод Дудера с ритмом его оригинальных произведений и с белорусской традицией четырехстопного ямка. Как в принципе мы можем заметить, перевод Дудерю не устраивается ни в картину его собственных произведений, ни в целом это ни в характерном особенности, практически одинаковую ударность первых новых, и как белорусская традиция четырехстопного ямка. То же самое можно сказать про Кулешова. Здесь уже немножко другие ритмические рисунки оригинальных произведений периода развития четырехстопного ямка, поскольку это уже берется период с роковых годов двадцатого века, и конца двадцатого века, поскольку Кулешов и создавал свой перевод, активно развивался как по-эк. Это просто синяя линия, да, это перевод Кулешова, да? А талия линия это там развитие белорусского стиха обычное произведение Кулешова с отцами, то есть собственное произведение Кулешова красное или не серое практически идентично, это вот совпадает с развитием дворусского стиха, а переводы совершенно особые, так же было на поводу предыдущего. Переводы идут совсем каким-то особым путем, и вот вопрос насколько это связано с русской традицией. так, что все так, спасибо для объяснения. Кулешков, как я уже сказала, проводил Евгения Негина в 47-м году, но также он участвовал в обретовке текста Пушкина переводил на русский язык и в 37-м году, тогда он приводил текст поэмы цыганы, и у меня возникло такое предположение, возможно, именно в цыганах определяется какая-то ритмическая особенность, вот, однако мы видим, что нет. То есть, в принципе, профиль ударности цыган, ну, характерен крамочному, то есть ударность второго меньше, чем первого, и мы можем также заметить, что в принципе профиль ударности цыган и профиль ударности оригинальных произведений Кулешова, уже написанных после создания перевода, они, в принципе, довольно похожи. То есть, там заметна не такая высокую ударность стиха в произведениях Кулешова, однако, ну, общая тенденция она, в принципе, динамка. То есть, здесь мы можем сказать, что перевод поэмы цыганы, он влиял на последующие произведения Кулешова, однако перевод Евгения Онегина все-таки имеет какую-то свою особую. особую ритмику. И это не было связано с его предыдущим таковым. Также мне было интересно посмотреть, какой ритмикой переводили тексты другие переводчики. Ну, то есть, тексты, там написаны четырехстопным Ямом, возможно, там есть что-то в споре. Здесь я бы хотела просить ваше внимание на перевод медного русальника, который выполнял Ямка Купалов. и тоже сопоставление с оригиналом и собственными произведениями этого переводчика. Вот, мы видим, что перевод тоже достаточно отдаляется и от оригинала, и от собственных оригинальных текстов Купалы. И он тоже имеет практически, да, такую же особенность, как и перевод Дудерик-Кудышок и Евгения Недина. Это небольшая разница между ударностью первых двух и вторых. В связи с этим, да, мы можем сделать следующее предположение, что, возможно, именно перевод Купала медного сайдока, явно перевод Дудерик-Кудышок, который выполняли Дудерик-Кудышок. Поскольку Купала, он, во-первых, был главой русского-кушкинского комитета. А Бунария Владимировна, пару минут. Хорошо. Вот, а во-вторых, был главой русского-кушкинского комитета, как бы имел достаточно сильный авторитет. Поэтому молодые переводчики, Дудерик-Кудышок, они не могли ориентироваться на ритм Купаловского текста. Но при этом, как я уже показала, в оригинальной ритме Купалы такой тенденции не было замечено. Здесь, собственно, все вот эти три текста, про которые я говорила Дудерик-Кудышок, заменительно, неоплоставлены на графике. И мы видим, что, в принципе, когда вообще отменяется, она сложная. Потому что единственное, переводка Купалы, он характеризуется большей ударностью стиха, что также подтверждается распределение у пикнической формы. То есть мы видим, что больше полгода первой формы, больше полгода ударности. Оказывается. Вот. Тоже такой интересный момент касательно другого переводчика, Колоса, который переводил поэму Полтава. И мы здесь решили проанализировать собственно вероятность доброй надежности текста к одной генерации в окопности, то есть насколько они тексты группы с помощью такого критерия, как хи-квадрат. Насколько, в принципе, Полтава у нас имеется достаточно обширный корпус его оригинального произведения и было с чем сопоставить. Вот. И оказывается, что тоже перевод Колоса не оказывает влияние ни на его тексты, также не замечено обратного влияния, что оригинальный текст стоят у переводчика влияние на его перевод. Но здесь мы зато видим определенное отсутствие оригинала и перевода. То есть вот мы можем сказать, что да, Колос, он ориентировался на текст Кушкина при переводе собственного текста, что нельзя сказать ни о Дудере, ни о Кулешове, ни о Купале. У них, как я уже говорила, вообще выражается определенная тенденция, другая, иная. Вот. Последний момент это облияние собственно ритмик перевода Евгения Рейгена Кулешова именно на ритмик его последующих переводов, но других текстов русской классической поэзии. И было проведено исследование на материале некоторых переводов произведения Рейгенова, Городино. На этом слайде представлено. В целом мы видим, что имеется определенное способство с ритмиками Евгения Рейгена, и однако они не достаточно ярко выражены, но однако с дальнейшими переводами, например, по Альбаму Цири, мы видим, что ритмика перевода Цири, она начинает сближаться с ритмиками его текста Евгения Нигина. Особенно ярко это замерено при сравнении с другим переводом того же самого текста на белорусский язык, где переводчик точно повторяет ритмик оригинала, а Кулешов нет. Он повторяет ритмик своего предыдущего ритмика. Более ярко это выражается на примере «Поемый демон», где у нас вообще имеется три перевода этого текста на белорусский язык, два из которых достаточно русские ритмики, а Кулешов очень сильно сближается с ритмикой своего перевода людей. На этом мы подходим к концу. В целом, какой вывод можно сделать для этого всего? Оказывается, что можно обнаружить определенную действительно ритмическую традицию, которая проявляется в переводах русской классической поэзии. Вот эта особенность, как ты рассказала, стремление к одинаковой дарности первых двух ритмикок проявляется в некоторых переводах текстов Кулешкина, и, кроме того, она переносится еще и на дальнейшие переводы произведения Верн. Я думаю, да, это важный вопрос. В общем, Машей было обнаружено, что в белорусских переводах поэзии появляется особое совершенно видение. Такое не совпадает ни с оригиналом, ни с белорусским стеклом. Самих же авторов, например, когда они переводят, когда они пишут свои тексты, когда они переводят, это вообще не благодаря никак. И она не пусть в интернете а какая-то совершенно своя. Это свободно переводит. Откуда перейдет в интернете, откуда в интернете образуются, пока она не нерст на эту историю. Большое спасибо. Да, большое спасибо вам. Большое вам спасибо. И, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста, Артемь Юрьевич. Традиционная и традиционная вопрос не по-другому, при том, что я не не словах. Но, то есть, вот я, в твоем время, на меня большое впечатление произвела книга Турмутского, посвященная, идет, забыл ее название, по-моему, Петр русской литературы. И вот там он писал именно о том, ну, как бы немецкое, немецкое, насколько я помню, не филолог, что немецкие ритмы с русскими не совпадают. Но вырабатывается именно, как раз таки, универсальная практика перевода тех ритмов, и не только немецких, а вообще ритмов определенного языка через какой-то вот ритм на русском языке, который рассматривает как консенсусная, как логичная. Причем это, насколько я понял, тут еще один момент связанный с переводческой стратегией. Стратегия перевода тоже может быть разная. То есть это может быть и попытка максимально слога попасть в ритм у автора, и, например, передать образный ряд. И, соответственно, вот у меня такой вопрос. То есть у вас Кушкин, Лермон, поэта одного периода, одного типа, а вы не смотрели как бы более универсально? То есть можем ли мы говорить о том, что вот именно подобный характерный типический размер является типичным для передачи русского ямба вообще, и насколько он соотноется с передачей других ямбов с других языков? Вот как-то так. Надеюсь, понятно. И, видите, что можно сказать. Виктор Максимович подсчет в своих книжах не приводит. Хотя весь один человек, который утверждал, что Виктор Максимович он что-либо написать, все просчитывал. Никогда подсчет не удовлетовал. Поэтому мы не знаем, что он конкретно имел ввиду. Какая там ввиду, а какой конкретно импульсит очень не обстоит. Вообще об этом давайте говорить. В этом что-то есть, безусловно. Возможно, что исследование импульсит хормирует хормирует как-то с тем, вообще говоря, наблюдается в перевозчатой практике у разных народов. Но это опять более широкое исследование. Например, взять как переводили там чистотные нямбы, допустим, там русские, русские пареньи на немецкие, немецкие исследования. Может быть, там тоже выглядит что-то такое, что-то например, на украинце. Что-то совпадает с белорусской стратегии. А вторая часть вашего вопроса про переводческие стратегии. Да, про переводческие стратегии. Что это может связаться с переводческой стратегией. В целом, что касается переводческих стратегий, мы заметили, что, в принципе, если говорить про сами в этой сети, они создавались в рамках китов, когда перевод от произведения Кушкина на гуру скидок. В принципе, части переводов уже поубликовались и была достаточно невзкая критика некоторых фрагментов переводов сетки, что они соответствуют кушкинскому стилю, кушкинскому образу муряга. Но при этом я предполагаю, что переводчики это именно учитывали. Старались адаптировать текст кушкинной белорусской была такая фрагментов. Без сознательно они же не хотят, мы не знаем какая стратегия связана с этими, как она нигде не декларирует, но факт то, что у разных авторов появляется определенная ритмическая канва, так сказать, на переводе, которая кардинально отличается от русского стиха и от белорусского стиха. Понятно, что вообще говорят четырехстопный янг в белорусскую поэзию, вот как силовический приходит из белорусского на четверхстопный приходит в белорусскую из русского и приходит в начале девятнадцатого века. Очень активно внедряется, но переводы как таковых были переводы, были другого типа перевода, были переложения в войне в девятнадцатом веке. А вот такая уже переводческая традиция складывается в двадцатом веке, и, конечно, это был, я думаю, госзаказ советский, связан с переводом Гермонтова и Пушкина. То есть это начинается с этого. Почему до сих пор переводят, наверное, это уже не госзаказ, а другие известные чины, о которых я частично сказал, о попытках создать своего какого-то Пушкина, не то, чтобы догнать русскую литературу, каким-то параметрам, но во всяком случае сделать, создать какое-то явление аналогичное русскому. Но может быть совершенно... Вот чем дальше, тем больше переводы семантически отклоняются от русского именала. То есть белорусы все время пытаются создать какого-то своего... Маша, у вас тоже есть очень интересная свежит и удовольствие. Да, по поводу я изучала исследования переводов с историем клейбом и то есть тоже опять-таки точно такой же вопрос, что клейбом в этом естественном клейбом то есть это русский оригинал. Но Кризанов он как раз пытается заполучить себе ну попутник своими переводами и он берет определенную форму например племен или какие-то элементы но соответственно старается адаптировать под белорусский язык какие-то пластик методы вопрос еще у кого-нибудь у меня небольшой вопрос скажите пожалуйста какой из этих переводов был наиболее канонизирован то есть что из этого учили в школе то есть каждый троечник вот скажи что учили каждый троечник ну у вас собственно привод Евгения Негина подошла он довольно прошел в школу закопился в школе в школе да есть же в школе в школе который мы все думаем который нас очень ослаждают но имеет какой-то осадок на нашем подсознании мы поэтом или не поэтом но как метрическую основу мы воспринимаем именно то что мы долбили много лет даже белорусских школ белорусских школ в смысле белорусскоязычных белорусскоязычных которых не так много а не так много то есть их скорее заставляли долбить мышцами в оригинале чем все окей тогда я понимаю тогда вопрос снимается да все тогда поблагодарю докладчиков и будем дальше размышлять потому что это такая очень интересная метод и теперь у нас с вами доклад дистанционный я с удовольствием представляю Лариса Айратовна Киселева из Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Павловича Королева в Самаре которая выступит у нас докладом отражения представлений о свободе и воле в языковой картине мира средневекового человека на материале исторических словарей русского языка Пожалуйста Саратанна здравствуйте делитесь с нами вашей презентацией и у вас презентация ваша пока что нет Добрый день коллеги хотел бы поблагодарить организаторов за возможность выступить поделиться своими наблюдениями размышлениями понятия свободы и воли актуальны для всех культур для всех эпох и именно это мы сейчас хотели бы продемонстрировать в своем докладе наша работа посвящена исследованию языковой интерпретации представления о феноменах свободы и воли характерны для древней русской эпохи в частности рассмотрению семантики соответствующих слов в контексте картины мира средневекового человека прежде чем перейти к анализу этой проблемы подчеркнем что в последние годы отмечается рост интереса к процессам языковой репрезентации этих абстрактных понятий при этом имеющиеся исследования выполнены в основном сопоставительном плане с привлечением материала не только русского но и других языков прежде всего английского в ряде работ на материале русского языка лексемы свобода и воля рассматриваются преимущественно в синхроническом аспекте тогда как диахроническое их описание практически не привлекало внимание ученых именно этим определяется актуальность нашего исследования в котором с опорой на данные исторических словарей рассматривается семантическая специфика лексем свобода и воля как репрезентантов картины мира средневекового человека при этом мы не углубляемся в суть научной дискуссии по поводу терминов картина мира языковая картина мира и вслед за рядом ученых таких как Нина Давидовна Арутюнова Вероника Николаевна Телли Геннадий Владимирович Калышанский понимаем под картиной мира вторичное существование объективного мира закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме которая является язык анализ лексем свободы и воли по данным исторических словарей русского языка мы хотели бы предварить некоторыми общими соображениями которые позволят более четко представить особенности репрезентации вербализации этих абстрактных явлений во-первых необходим хотя бы краткий темологический экскурс который позволит определить исходное семантическое ядро данных лексем в начале обратимся к слову свобода все исследователи согласны в том что оно является суффиксальным производным от той же основы что или ксема свой и особо так Макс Фасмер в своем этимологическом словаре русского языка приводит параллели для данного слова из славянских языков вот они даны на слайде и указывает на то что прославянское свобода связано с церковно-славянским свобство персона где своб образован от свой то есть положение свободного своего члена рода если иметь ввиду что латинская персона переводится как индивид лицо личность то этим он своб акцентирует идея обособленности выделенности человека из числа других в связи с этим интересны параллели из других индоевропейских языков они также даны на экране наряду как подчеркивает Макс Фассмер с индоевропейской формой свобха существовала и другая форма также параллели здесь приведены таким образом можно соотнести вот эту вторую форму со словом особо о чем мы уже говорили выше таким образом исходная семантика этим она была связана прежде всего с категорией посессивности при этом принадлежность субъекта можно интерпретировать двояко с одной стороны это принадлежность самому себе то есть свобода буквально это свое собственное отдельное других положений на что указывает Николай Максимович Шанский в своем этимологическом словаре а с другой стороны это принадлежность роду здесь можно сравнить приведенную выше трактовку которую дает Макс Фассмер положение свободного своего члена рода не случайно Александр Григорьевич Преображенский в этимологическом словаре пишет о том что указывает на то что в основе данного корня лежит местоимение ССО то есть местоимение со значением возвратности и с другой стороны местоимение СВСО со значением посессивности для слова воля Макс Фассмер также приводит ряд соответствий славянских языков и далее из индоевропейских языков по мнению Александра Григорьевича Преображенского перед нами перегласовка корня уэл таким образом связывается это лексема воля с такими словами с такими единицами как велеть и давлеть таким образом соответствие из индоевропейских языков указывает на то что семантика Этимона была связана прежде всего с категориями аптативности и волюнтативности то есть с желанием и выбором значению волите по Преображенскому соответствует индийская извините санскритская форма со значением выбирает себе и спрашивает ищет по мнению психологов выбор всегда предполагает интеллектуальную составляющую с одной стороны а с другой стороны активность этим на наш взгляд определяется специфика дальнейшего семантического развития указанного Этимона во-вторых прежде чем вести речь о специфике отражения представления о свободе и воле в языковой картине мира следует определить наиболее важные характеристики семантической системы русского языка старшего периода вот в частности сложность семантики лексических единиц своеобразия содержательных отношений между ними были обусловлены влиянием как собственно языковых так и вне языковых причин о которых мы скажем чуть позже среди языковых факторов необходимо отметить изначальную синкретичность диффузность значения лексем которая определяется таким значимым объективным фактором как нерасчлененность мировосприятия проявляющиеся на всех уровнях познавательной деятельности как полагают ученые синкретизм представляет собой важнейший принцип архаичного или в терминологии Люсьена Левебрюля дологического мышления нерасчленленное мышление порождало такие явления как тождество разнородных предметов мышление носил пространственный конкретный характер каждая вещь воспринималась чувственно в философском смысле и образ воспроизводил только внешнюю сторону предмета то что было видимо и ощутимо огромное значение имело слитность субъекта и объекта это я привела цитату за работу Ольги Михайловны Фрейденберг мифа литературы древности для средневекового мышления также характерны черты синкретизма среди которых можно отметить изначальную нерасчлененность понятий в частности совпадение таких категорий как антологическое аксиологическое бытие ценность явление сущность объект и субъект причины и следствия в связи с этим в соответствии с этим в древнерусском языке многие абстрактные явления интерпретируются как нечетко структурированные размытые феномены поэтому по отношению к анализированным единицам вполне оправданно можно употребить термин синкреты под которыми понимаются имена в самом общем виде выделяющие события связанные с ними предмет такое определение дает Соломон Давидович Пацанельсон в своей работе категории языка и мышления язык кроме того нужно иметь ввиду что язык средневекового человека характеризовался исключительно полисемантичностью то есть все важнейшие термины его культуры многозначны и в разных контекстах получают разный смысл в третьих по отношению к изучаемому периоду необходимо вести речь об особом способе языковой интерпретации умопостигаемых абстрактных явлений которые носили закономерный системный характер это утверждение может быть отнесено в первую очередь к памятникам церковной книжной письменности поскольку абстрактный характер слов свободы и воли обусловил их функционирование их употребление прежде всего в текстах такого рода вместе с тем как свидетельствуют лексикографические данные эти слова активно употреблялись и в других письменных документах анализированной эпохи летописных источниках памятников деловой письменности и так далее теперь обратимся непосредственно к рассмотрению данных исторических словарей русского языка как показывает проведенный анализ как показывает проведенный анализ слово свобода в древнерусском языке имела довольно сложную разветвленную семантическую структуру так в материалах для словаря древнерусского языка Измайла Ивановича Срезневского этого слова выделяется шесть значений а в словаре русского языка 11-18 веков семь значений восьмое значение характерно для старорусского периода поэтому мы его не берем в расчет эти значения весьма своеобразно связаны друг с другом в центре находится статальное значение статальное значение в частности одно из них это вольность независимость свобода данное значение отражает представление о личной свободе примеры даны на слайде кроме того во многом вытекает я коллеги немного перескочу почему потому что во многом вытекает из него волиентативное значение возможность действовать по собственной воле Пример здесь также имеется. В данном случае актуализируется представление о связи свободы и воли. Как мы уже говорили выше, исходная темологическая семантика слова «воля» подразумевает возможность выбора. Вернемся к предыдущему слайду. Еще одно статальное значение акцентирует внимание на социальном состоянии человека. Состояние свободного человека, личная свобода как социальное положение. Далее. Следующая группа значений важная отражает представление о каузации данного состояния. Во-первых, это значение освобождения. В словаре Срезневского есть уточнение освобождения от рабства. И еще одно каузативное значение – избавление от обязанностей, болезней, мучений и так далее. В свою очередь и с каузативными значениями, и со статальным значением, значением состояния. Оказывается, связан такой лексико-семантический вариант, как льгота, позволение, разрешение, избавление. Также примеры здесь даны на слайде. И, наконец, нужно отметить важный метанимический перенос, который связан с категорией субъектности, результатом чего является образование у данного слова значения лица, носителя состояния, а именно свободный человек. Пример также дан на слайде. Таким образом, семантическая структура слова «свобода» отражает ряд соотнесенных друг с другом представлений о данном феномене. А именно это внутреннее состояние, психическое состояние, социальное состояние, далее каузация внутреннего состояния, то есть внутренней свободы, каузация социального состояния, социальной свободы и лицо носителя состояния. К этой схемке я еще попозже вернусь, она очень важна в контексте наших рассуждений. Как мы уже отмечали выше, при рассмотрении особенностей интерпретации представления о свободе и воле в древнерусской картине мира необходимо учет внеязыковых, культурных и религиозных факторов, которые определяют мировоззренческие установки средневекового сознания. По мнению Владимира Николаевича Топорова, попытки определить наиболее существенные черты мировоззрения людей древнерусской эпохи нередко оказываются неудачными. Именно из-за того, что остается нерешенный вопрос о тех духовных ценностях, которые в свое время не только отчетливо осознавались, но и в значительной степени определяли поведение человека, ориентировавшийся на подобие неким идеальным образцам. Несомненно, что интерпретация абстрактных явлений, в данном случае свободы и воли, которая находила отражение в памятниках древнерусской эпохи, прежде всего была обусловлена религиозным видением мира. То было для людей средневековья, как пишет Арон Яковлевич Гуревич в своей работе «Средневековый мир» – высшая истина, вокруг которой группировались их идеи и представления, истина, с которой были соотнесены их культурные и общественные ценности, конечный регулятивный принцип всей картины мира эпохи. Описанная картина мира является, на наш взгляд, константной для средневекового сознания, поскольку в старославянском языке зафиксирована своеобразная сакрализация абстрактных явлений, которая обнаруживается в том, что их культурная и языковая интерпретация осуществляется с опорой на главный регулятивный принцип средневековья – Бога. Об этом пишет, в частности, Татьяна Ивановна Вензина в своей работе «Средневековый человек в зеркале старославянского языка». Эта идея, анализируемый нами словарный материал, также подтверждает эту мысль. Так, у некоторых значений слова «свободы» выделяются оттенки, которые напрямую связаны с религиозной составляющей данного понятия. Например, у значения 4 – избавление от обязанностей, болезней, мучений и так далее. Выделяется два таких оттенка – спасение, очищение, прощение грехов. Примеры даны на слайде. И второй оттенок – о христианстве. Вот эти примеры особо, на мой взгляд, значимы, причем потому что здесь фактически ставится знак равенства между свободой и верой. Кроме того, в качестве иллюстрации к другим значениям слова «свобода» также приводятся контексты, отражающие религиозное воззрение. Интересно, что и в дальнейший период развития русского языка такое представление остается актуальным, о чем свидетельствуют примеры, датированные 17 веком. Вот этот пример дан в самом низу. Представленная нами связь значений слова «свобода» фактически является изоструктурной организацией соответствующего семантического поля, ядром которого выступает данная лексема. То есть получается, что семантическая структура слова «свобода» – это некая микрокопия, я бы так сказала, матрица структуры соответствующего поля. Это поле включает в себя ряд производных от слова «свободы», чуть ниже они будут приведены. Из-за ограниченного объема работы мы, к сожалению, не имеем возможности детально рассмотреть семантику каждой из этих лексем. Однако можно схематично представить структуру этого поля в виде связи значений, инвариантных значений микрополей, стоящих за ними языковых категорий. Состояние свободы, лицо, носитель, примеры чуть ниже будут, признак, соотнесенный с состоянием, каузация состояния, лицо, каузирующее состояние, каузатор, и автокаузация состояния. Примеры сейчас, коллеги, покажут. Я хотела бы подчеркнуть, что нами анализировались только бесприставочные компоненты поля. С учетом префиксальных производных, конечно, состав этих элементов поля возрастет. Вероятно, могут быть выделены и другие микрополя. Для анализа всего состава поля, конечно, необходима сплошная выборка. В данном случае мы ориентировались только на само слово «свобода» и его, прежде всего, суффиксальные производные. Таким образом, в языковой картине мира, коллеги, если можно, вернусь к тому слайду предыдущему, здесь выделяется шесть микрополей с инвариантными значениями. А вот выше на слайде, если обратить внимание, фактически дублируется то, о чем я уже говорила, это семантическая структура слова «свобода» и структуры поля, его организации. Лариса, это на пару минут, ладно? Да, да, сейчас, да, сейчас. Мы немножко про волю осталось сказать. Таким образом, в языковой картине мира древней русской эпохи отражена довольно строгая и порядочная система представления о феномене свободы, которая отражает его связь, во-первых, с внутренней, психической, во-вторых, с социальной, в-третьих, с религиозной сферами. Теперь обратимся к семантике слова «воля». В исторических словарях в качестве основного у него выделяется аптативное значение, а именно желание, хотение. Примеры здесь приведены. Еще одно значение является статальным. Оно совпадает с основным значением слова «свобода» – независимость, свобода действий. В словаре Срезневского это значение представлено несколько иначе, как возможность, свобода. Вероятно, имеется в виду возможность выбора, являющаяся следствием свободы, на что мы уже обращали внимание. Наконец, выделяется собственное волюнтативное значение, связанное с психической сферой, способность человека управлять своими действиями и поступками воли. Примеры также данные. Таким образом, семантическая структура лексема воли в древнерусском языке была менее объемной. Однако она также отражает связь данного феномена с внутренней, социальной и религиозной сферами. Особенно значимой является последняя, поскольку довольно многочисленные примеры это иллюстрирующие. Что касается однокоренных слов, входящих в соответствующее семантическое поле, то их круг был не таким широким. Здесь также подчеркну, что мы не анализировали префиксальные производные и передавали эти слова знания о следующих аспектах состояния, лицо носителя, состояние признак. Анализируемый лексем и в особенности слово воля демонстрируют отчетливую тенденцию к образованию устойчивых сочетаний. В составе большинства сочетаний лексемы свобода и воля занимают объектную позицию при переосмысленных предикатах различных семантических полей, прежде всего физического действия, движения и так далее. И наиболее продуктивными являются следующие метафорические модели пространственное, антологическое и антропоморфное. Вот примеры даны здесь. Пространственная метафора отражает представление о перемещении, нахождении в каком-то месте, пустите, отпустите на свободу, свою волю ходите, ходите в чьей воле и так далее. Антологическое, предметное. Да, все, тогда просто покажу, коллеги, и вывод делаю. Ага, да, 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 сейчас. Так вот, продуктивная, антропоморфная, ну и вывод, коллеги. Таким образом, свобода и воля интерпретируются в русском языке старшей поры как весьма значимые аксиологические феномены, определяющие самосознание личности и нормы ее поведения в разных сферах жизнедеятельности. В семантике слова свобода и воля отражаются представления о тесном переплетении двух начал – сакрального, религиозного и профанного, в данном случае психического и социального. При этом данные лексема акцентируют тот или иной аспект. Лексем свобода прежде всего соотносится с социальной и религиозной сферами, тогда как воля оказывается связана с внутренней психической сферой желания прежде всего. Спасибо, коллеги, извините, если чуть-чуть я задержала вас. Доклад вам очень сегодня в тему, что называется, теперь вопросы, пожалуйста. Ладно, мы вас тогда благодарим за доклад. Доклад мы будем его обдумывать. Хорошо. А вопросы мы вам обязательно зададим, я вам обязательно его задам уже, наверное, ну, не в кулуарах, потому что кулуар у нас сейчас с вами, в дистанционных кулуарах, скажем так. А сейчас мы приглашаем Лобачева Юлию Владимировну, Юлию, которая нам расскажет про то, как интерпретируется, ну, в общем, доклад называется «Слово свобода» в книге Горецкат Радунович «Над зарубежной родине. Контексты и изначения». Пожалуйста. Я историк, метеолог, поэтому сегодня у нас называется первый доклад на такую тему и первая презентация, поэтому, если что в паде в метах, заранее пошло время прощения. Итак, один из путей к лучшему пониманию человека в истории – это изучение культуры, которую он создал, и в контексте, в котором живет. В частности, исследование языка, на котором он говорит, рассоздаёт те или иные произведения. «Свобода» находится среди ключевых понятий первозрельческих ряда языков культур. К рассмотрению слова, понятия, концепта «свобода» или «воля» посвящено немало работ. Так. А, вот. Просто придумаю нажать и раз-два, три-четыре, посчитать. Так. Список работ, к которому я вас адресую, надеюсь, что его видно. В зависимости от ситуации или контекста, слово «свобода» как понятие может иметь возникновение пакования. Свидетельством этого является, к примеру, определение его значений в различных словарях и энциклопедиях. Я приведу два примера. Например, в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, четвертый том, о свободе частности читаем. Свобода, своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, не воли, рабство, подчинение чужой воли. Свобода – понятие сравнительное. Она может относиться до простора частного, ограниченного, к известному делу, относящемуся, или к разным степеням этого простора. Наконец, к полному, необузданному произволу или самовольству. И дальше в этой же статье приводится значение производных слов, но с сокращением я это все приведу. Следующий словарь, на который мне бы хотелось обратить внимание, это словарь современного русского литературного языка, том 13, вот, я буду на него ориентироваться и в дальнейшем, поэтому обращаю внимание, поскольку он ближе всего ко времени создания книги, о которой пойдет речь. Здесь приведено 12 значений слова «свобода», 8 из них, как минимум, в этой книге присутствуют, находят ображение. Ну, во-первых, отсутствие политического и экономического гнета, стеснение, ограничение общественно-политической жизни. Второе, государственная независимость, суверенитет. Третье, отсутствие крепостной зависимости, рабство, освобождение от крепостной зависимости, рабство. Четвертое, состояние того, кто не находится в заключении под арестом или в неволе, отсутствие зависимости от кого-либо, возможность располагать собою по собственному усмотрению. 6. Отсутствие запретов ограничений в чем-либо. Возможность действовать без стеснения в какой-либо области. Свобода чего-либо. 7. Независимость от чего-либо избавления. 8. Туософия. Возможность проявления субъектам своей воли в условиях осознания законов развития природы общества. 9. Легкость, отсутствие затруднений в чем-либо. 10. Простота, непринужденность, отсутствие натягкости. 11. Раздолье, простор, воля. 12. Независимость от того, занятиями, время и досуг. 10. Остальные, например, опускают за неимением времени как-то энциклопедические словари. И энциклопедии тоже не упоминают. 11. Этого можно было бы отдельно просветить, как вот. 12. Пример был посвящен. 12. Утупление слова «свобода» и смысловогое наполнение понятия в конкретном случае несут влияние определенной исторической и социальной реальности, в которой находится человек. 12. Цель моего доклада исследовать с отражением многозначности слова «Свобода» в мемуарно-фотографической книге Ирины Георгиевны Грицкат на зарубежной родине. 13. Ирина Георгиевна Грицкат – сербский ученый-лингвист, переводчик, редактор и сервист-поэк. Подробнее о ней и ее научном и творческом наследии есть ряд работ. На этом сейчас подробно тоже не останавливаюсь. Скажу лишь, что Алексей Борисович Арсеньев, в архиве которого и находилась рукопись этой книги, он о ней много писал, также ее ученики и коллеги. Сама книга «На зарубежной родине» имеется, может, написанная рукопись в двух частях, еще не опубликованная полностью. Вышел также сербский вариант воспоминаний. Он короче, чем русский вариант фрагмента, опубликованный нашими коллегами. Если кому будет интересно, можно, соответственно, в тексту обратиться. Что стал сделать я? Это проследить, как жизненный опыт автора, рождение вскоре после окончания Первой мировой войны, в 1922 году в Долграде, в семье эмигрантов из России, взросление, становление в русской и сербской среде, в годы, затем в годы Второй мировой войны, жизнь и условия в послевоенной Нюкрославии, воплотился в описание состояния и событий, относящихся к свободе. Далее будут рассмотрены примеры, вот это явление автора слова «Свобода», а также производных от него. Здесь слайд – это слова и словообразовательные Александра Николаевича Тихонова, словообразовательные между слов «Свобода», не знаю, видно ли что-то там, включает 56 производных, а в книге встречаются 12. Из них – это «Свободный освобождение», «Свободно освобожденный», «Освободиться», «Освобождать», «Освободитель», «Освободитель», «Народно освободительный», «Несвободный», «Свободолюбивый», «Свободомыслящий». Можно обозначить как минимум три крупных плана, в связи с которыми идет речь «Свобода» и употребляется слово или производное. Во-первых, это когда речь идет о борьбе сербского народа, сербии и Югославии за свободу и независимости. В частности, об участии сербов в Первой и Второй мировых войнах. В этом контексте слово «Свобода» используется в значении государственной независимости, суверенитет или независимость от наземного владычества, порабощение. Свобода предстает как высшая ценность, ради которой сербы, судья и свободы идут на любые жертвы. Первый пример – это «Сербия. Дом Первой мировой войны». Король Федор Георгиевич обращается к гимназистам, приглашенному в дворец, и в частности говорит, «Дети, не забывайте, что за свободу этой страны пали бесчисленные жертвы. Такую дорогую свободу необходимо беречь. Если кому-либо вздумается посегнуть на нее, гибнется молодежь». Второй пример – это «Сербия. Времени Первой мировой войны». И здесь такой пример. В одном из приказов немецкого маршала фон Маккенсена было сказано приблизительно следующее. «Вы, солдаты, идете на краброба опасного нового врага, на сербов, которые ради свободы жертвуют всем». И третий пример – это Вторая мировая война, оккупированная Югославия. Но вот уже близится свобода, то есть освобождение им, читаем. «А где-то недалеко, радостно, торжествую, готовились к последнему бою. Был уже 44-й год, все кругом расшевелилось, зашумело, и давно ушедшая свобода возвращалась, звонила, просила со всех сторон». «Несколько примеров производных – это свободные ситуации после Второй мировой войны, освобождение, когда две оправдывались окончанию захвата и свободные восклонные толпы, они там выходили на улицу. Освобождение – тоже Вторая мировая война, пример так, все радовались их приходом, махали им из окон с крыш и столбов. Освобождение, например, про освобождение Белграда говорится, соответственно, 20 октября произошло освобождение Белграда, и война для нас была некоторым образом окончена. Освобождение – это освобождение более широком. В смысле представлено в следующем примере, когда имеется в виду освобождение всей страны, и уже ситуация после Второй мировой войны. Положение целебречества было у нас много лет после освобождения еще катастрофичным. Ну, освободитель и народно-освободительный, и свобододолюбивый дальше. Но про свобододолюбивый, например, можно сказать, что это описывает ситуация накануне того, как помнили Белград 6 апреля 1941 года. И, в частности, читаем, Белград переживал с точки своей предсмертной агонии, пел лепединную песню «Маленькая, свобододолюбивая, сумасшедшая страна билась в судорогах, простирала руки к сходящему солнцу». Второй сюжет – это социально-политическая сторона внутренней истории королевства Сербия и Югославии до и после Второй мировой войны. Здесь идет речь о свободе или несвободе в жизни государства и общества. Но слово «свобода» употребляется в значении отсутствия политического и экономического днета, стеснения, ограничения в общественной жизни. Ну, например, вот Сербия до Первой мировой войны. Пример первая описывает ситуацию, как премьер-министр прогуливается по городу, и кто-то ему кричит того, Пашича. И он, Пашич, я обращаюсь к своему спутнику, говорит, вы слышали, что он сказал? Ну, так знаете, я счастлив, я горд, что привел свой народ в такой свободе, когда простой детина не боится крикнуть. Премьер-министр в лицо отдал он. Второй пример – это королевство сербов-карватов-славянцев с начала 20-х годов, ужесточение, ну, и сопрощение действительно свобод. Вот им описывается друг семьи, который был то ли коммунистом, то ли социалистом, там точно не сказано, но смысл понятен. И пример такой. Потом, когда политические свободы начали в некоторых отношениях действительно потупляться, чешноволосый оратор стал приходить к нам все чаще и чаще, все чаще и сливал все дольше. Мои родители начали подозревать, что он просто скрывается перед полицией в понуре у белых иммигрантов, где было для него вполне надежно. Может употребляться это слово и в значении отсутствия запретов ограничений в чем-либо, возможно, действует без стеснений. Например, это Югославия после Второй мировой войны, примерно в 1946 год. Пример такой. Не стану говорить о вопросах политических, экономических, социальных. Не стану говорить о болезненных правах на свободу совести, мысли и речи, так как другие умеют говорить об этом не сравним, но лучше. К тому же, эта тема слишком известна. И несколько производных, ну, например, свободный, значение нестесненное ограничениями, запретный и препятственный. Это про выборы после Второй мировой войны в 1945 году. Пример такой. Нам втолковали, что выборы будут абсолютно свободными. Что каждый гражданин, если только соберет сотни единомышленников, может образовать легальную партию, какого-то не было укована. И еще один пример. Это уже в 50-е годы после смерти Сталина, когда стало свободнее в стране. И в частности, пример такой. В нашей семье сидел уже совсем свободно. Я хочу сказать, для нас это сделалось совсем свободным гостеприимством. Сидел днями и неделями английский профессор. И освобождение уже не в том значении, как это было в первом сюжете. В начале 50-х годов появился модернист. В Великославии, соответственно, пример такой. Возвратимся к модернистам и к тому освобождению от первой послевоенной стропости, которая стала выливаться в бесконечные, беспечные творческие разговоры. И третий сюжет, третья линия – свобода в жизни отдельного человека, свобода в жизни Ленинградского, близких ей людей и в окружающем мире. Здесь, к примеру, такие свободы, как состояние того, кто не находится в состоянии заключения под арестом или в неволе. Например, описывается победка торжанок из лагеря в России в 1953 году. И в конце сюжета он заканчивается так. После некоторого времени они сами возвратились, и хохоча рассказали о своем веселом вылете на свободу. Ну, здесь синоним «воля» можно привести вот в том же, не находится в заключении под арестом. Пример такой – это рассказ об отце Евгении Дёргеме, который до Первой войны в каком-то доме познакомился с выпущенным на воле революционером Морозовым и побеседовал с ним о его книге. И понятно, что он был, в общем, свободным синонимом. Отсутствие зависимости от кого-либо, возможность располагать собой по собственному усмотрению. В этом значении пример из жизни, ну, точнее говоря, это взросление самой революции органов, и она вот пишет. «Чувствуя свое повзросление, свою свободу, я иногда отделялась от дворы и отважно прогуливалась по незнакомым местам. Или же свобода как отсутствие запретов, ограничений в чем-либо, возможность действовать без стеснения, в какой-либо области». Опять-таки, пример из детства Эрины Георгиевны. Здесь я прожила еще целый год на полной свободе, то есть не ходя в школу. И второй пример, который тоже об отсутствии запретных ограничений, она описывает себя в возрасте примерно 12 лет. «Когда я бывала действительно совсем одна у себя в комнате, в квартире на прогулке, я была менее всего одинока. Рождалась вне зависимости от конвенции речи, от условностей поведения, внутренняя свобода, мыслей и разговоров и споров про себя. Свобода – значение раздолье, простор, воля. Это значение используется, когда описывается в Словении, и в частности, прогулка, путешествия в славянских горах, которые она совершает. И вот в одной из них, что она видит? Безлюдие, бездорожье, свобода, которые ее окружают. Ну и еще один пример, опять-таки, про свободу душевную и физическую. Это также горы в Словении. «Наконец я вышла на ровное место, на высокой плоскогории. Я была одна во всем Божьей величии, и со мною шагала безмерное счастье душевной и физической свободы. Ну и свобода, как незаполненное трудом время засов, это пример из жизни начала 50-х годов, объяснение условий при наеме помощницы по дому. Понятно, были бы свободные дни, вообще полная свобода в любой день, если нужно. Все по-человечески, а не по-казенному. Ну, производных, на которые не хватает времени, здесь много. Много свободный в значении, ну, в синии, например, восьми значениях свободно. Ну и так далее. Я не буду, наверное, я на этом останавливаюсь, потому что время не стекло. Но и в заключение, то, о чем я не говорила, потому что я иногда, наверное, говорить обо всем, об идее свободы, да. Если думать об идее свободы в книге Ирины Берцкак, то она непременно включала бы независимость, возможно, одиночество, отсутствие ограничений, стеснения или внешнего принуждения. Свобода предполагала бы ощущение счастья из-за отсутствия ограничений и имела бы коннотации простора широкого бескрайнего пространства. На этом все. Спасибо. Да, пожалуйста, Елена Владимировна, вопросы, вопросы. Артем Юрьевич, пожалуйста, вас слушаем. У меня такой вопрос, опять же, традиционно, может быть, немножко странный и так далее. То есть, точнее, два вопроса. Они, на самом деле, на первую я подразумеваю. То есть, первый вопрос. Вот в данных воспоминаниях слово «свобода» само по себе, тот, который правил однозначно, несет позитивную, несет какую-то окраску. То есть, как мне кажется, вы сказали, несет позитивную, то есть, свобода является для нее ценностью, но, возможно, я не прав. И, исходя из этого, вот, второй вопрос. То есть, из данного, из того, что вы сказали, понятно, что там борьба сербов за независимость, борьба сербов за свободу, за национальный суверенитет однозначно позиционируется, как, в общем-то, благо и положительная сторона. Но ведь, как бы, с точки зрения, там, прикинуть, хорватов, славянцев, их в Югославии, особенно Королевской, до 45-го года, убедали. И вот с этой стороны, как-то вот это все, обувлетение югославянских народов сербами, там описывается, и их вот борьба, если это есть, она позиционируется, как борьба за свободу, и там пишут, как про устав, и так далее, и так далее. Вот сама идея независимости, например, Хорватин, там как оценивается, и оценивается ли мы вообще? Ну, вы знаете, на первый вопрос отвечу, потому что ответ действительно очевиден. свобода, ну, из тех примеров, что я привела, да, я на них, основываясь, положила, что свобода – это что-то положительное, да, ну, во всяком случае, вот ощущение счастья при отсутствии, там, ограничений в творчестве, физических счастья, когда сербы получали это освобождение, да, в значении независимости, это, это там все есть. Ну, мне кажется, что да, ну, во всяком случае, так это мне увиделось. Весьма вероятно, я думаю, что это я зафиксирую, я обращу внимание на это. В первый раз, когда к тексту обращусь, была ли свобода в отрицательном смысле? Вероятно, была. Вот, по поводу сюжетов, о отношениях к хорватам и словенцам, ну, на самом деле, мемуары, они больше об истории семьи, да, самой Элины Георгины, поэтому, если и проходит что-то на эту тему, то это не рассматривается подробно, поэтому, наверное, и сейчас, чтобы избежать, может быть, каких-то неточностей, я вот только так отвечу на этот вопрос, вот, не могу припомнить сразу. Поэтому спасибо большое. Да, Елена Александровна, пожалуйста. Спасибо за то, очень интересно. Я правильно поняла, что Элина Георгина, где мы, да? Да. А куда они газировали русские? Да. Угенители, или там, каких-то сербизмов, или что-то такое, у меня не сербское. Понятно. На свободу. Именно на свободу? Именно на концерт свободы. Мне кажется, это очень близко, я не могу, потому что это было интересно. Вы знаете, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что об этом можно было бы, можно думать дальше, потому что я на самом деле не сравнивала. Просто вероятно, если посмотреть какие-то ее другие произведения, или хотя бы сравнить сербский вариант, да, распоминаний, тогда можно было бы провести действительно сравнение в том смысле, в котором вы, ну, то есть, ваш вопрос предполагает. Вообще, ну, безотносительно свободы сербизма там, конечно, встречается. И иногда даже в употреблении вот этих вот слов, то есть, ну, производных, например, да, или мне кажется, что мы бы по-русски так не сказали. Но здесь я оставила это несколько на потом, потому что мне тоже самое надо с этим разобраться, а потом разобраться именно с личи в тексте, например, да, что отблизилось. Но, по крайней мере, вы знаете, я помню, что в одном из ее писем от Семьи Бороща Арсеньева она писала, что вот когда создавалось, это длительное время создавалось, но в то время она изучала специально русский язык и по книгам, и по словарям. Ну, то есть, это такой сложный вопрос, который требует внимания. Вот, спасибо. Сейчас я там литературу. Да, я с удовольствием приму все замечания. Несомненно, я убеждена, что я где-то над вершиной айсберга. Вот, ну, все первое, чем надо, наверное. Спасибо. Еще, если... Ничего вопроса есть? Да, Оксана Аркадьевна, да. Несколько вопросов по инфау, вопрос к лоббистам вообще присутствующим здесь. Ну, в первую очередь, спасибо вам, потому что я не становись в трассе, и есть только литература. Но вот вы упомянули, понятно, это такой очевидный момент, да, что свобода и есть пространственная коннотация, безусловно. Но вот есть ли у понятия свободы, да, в сербском конкретном, в этой истории, вообще в сербском, наверное, такой вопрос, прямые значения, связанные с пространством, потому что, как бы, в линдерском языке, это слово заинственное, да, и у него есть значение прямое, это, как бы, некое расчищенное место, там, рыночное, бронзи и так далее. Слово свобода, помимо. Но тогда я поняла вопрос, я просто, на самом деле, сейчас ищу среди аудитории нет ли нгбистов-сербистов, потому что наверняка все это, ну, наверняка, я просто не могу сейчас привести примеры, ничего, извините, просто не приходит в голову. Наверное, я к этому русскому тексту сейчас привязалась настолько, что если кто-то есть из своего рода... Это такой более широкий вопрос. Да, я понимаю, да, и поэтому... И у меня тоже, если можно, две маленькие реманки, потому что нам надо, с одной стороны, идти дальше, с другой стороны, тема такая, в общем, огромная. С моей точки зрения, интересно было посмотреть, какой спектр значения слова «свобода» в сердцем языке и посмотреть, насколько это соотносится, а, во-вторых, вопрос про контексты под отрицанием, без отрицания, то есть когда «свобода» подтверждается, когда, ну, грубая фраза «смех». То есть вот в этом смысле, может быть, соотношение тоже было бы любопытное, но это как на перспективу, я понимаю, что тема громадная, и всё только впереди. Да, спасибо. Спасибо большое. Мы идём дальше. И, Ира, Владимир, большое спасибо. И мы переходим к следующему докладу, собственно, который закрывает нашу секцию. Это доклад Седокова Ирины Александровны, собственно, из Института Славиана Ведемея нашего. Доклад «Свободка» наше подбородение и в караксимантике, и семиотике идеологических имён у болгарских. Это небольшое предисловие. Я уже несколько десятилетий возвращаюсь к болгарским именам, потому что эта тема огромная и очень интересная. И на ловца и зверь бежит, и нередко в качестве триггера выступает какое-то одно болгарское имя. И так случилось и с этой темой. Я очень благодарна организаторам за всегда такие интересные темы этих конференций ноябрьских. В мае 23-го года я была в Болгарии и под Софией на Николу Летнего в мае в церкви. Я встретила женщину пожилую, с которой я разговаривала, сбрала у неё интервью. Оказалось, что её зовут Слободка. И в это же время поступил анонс конференции. Я поняла, что это судьба и надо как-то этот аспект исследовать. Действительно, эта женщина очень религиозная, церковлённая. Она была за свечной лавкой. Она родилась в 1944 году. Для Болгарии это знаковая дата. 9 сентября 1944 года Болгария присоединилась к демократическим странам. И ровно в этом году она и получила своё имя Свободка. Но она получила своё имя по одному из принципов именования детей в Болгарии. Это как раз характерно для Западной Болгарии, когда имя даёт крёстная мать. И вот её крёстная мать была как раз Свободкой. И вот это соединение и понятие свободы, которое приобрела Болгария в 1944 году, и в то же время передача родового, пусть не кровного, а родства духовного, соединилась в этом имени. И кроме того, конечно, здесь есть и общеславянский контекст какой-то, потому что, как мы знаем, в сербском языке Слободан, да, Слободан Милошевич, это имя было и есть. Оно в болгарском именословии фиксируется уже в 1880-х годах, когда были составлены первые словари личных имен параллельно с греческим именем Элифтери. Такой параллелизм греческо-болгарский был типичен и до сих пор типичен для Анны Мастикона. Пожалуйста, следующее, Виктор. Итак, что же такое идеологическое имя? Ну, я буду говорить о чисто идеологических именах, хотя, как мы увидим, редко найти чисто идеологическое имя. Это антропонимы с революционными ассоциациями, например, Септемврика, об этой дате, о которой я говорила, а также перенесенные на болгарскую почву имена героев и вождей Советского Союза. Будённый, Будёння в разных огласовках, Ленин и Личка Ленин, таких имен немало. Антропонимы от апеллятивов, обозначающих разного рода идеологические понятия и советские реалии, искра, свобода или свобода пятилетка. Такие имена давались детям в болгарских семьях левых, социалистов, коммунистов, советофилов и русофилов на протяжении всего XX века и в городах, и в селах, и в эмиграции. Но идеология здесь важна ещё в том плане, что Болгария периодически меняла и до сих пор меняет свою ориентацию. И в частности, в XIX веке она отказывалась от эллинизма. И очень было распространено такое указание, чтобы люди меняли свои греческие имена на собственно болгарские. И вот, например, Райк уже Зивов поменял свой имя Ксенофон на Райк, и таких было очень много. Ещё одно явление, тоже проявление, извините, проявление идеологии – это возродительный процесс в Болгарии, когда в 70-х, 80-х годах турецкое и помакское население Болгара, Мухаммедан, переименовывали и давали вместо турецких имён имена болгарские. Дальше, пожалуйста. Русские и советские имена у болгар – это очень большая тема, и часто они воспринимаются как идеологические, а в последние годы особенно. В начале 2000-х я проводила анкетирование, такое исследование, что такое русское, что такое советское для болгар. И тогда ещё было какое-то разделение, что же такое русское, скажем, Пушкин-Чайковский, и что такое советское – это Мавзолей, Гагарин и так далее. Сейчас современные поколения уже, особенно за последние полтора года, общество разделилось очень чётко на русофилов и русофобов, и советское и русское слилось всё в одну какую-то такую кашу. Но русское и советское влияние на болгарский аномастикон, так же, как на язык и культуру болгар, очень сильное и продолжительное, проходившее в несколько этапов. В болгарском именнослове есть много имён собственных, которые уже по написанию видно, что они русские – Алёша, Алёнка, Серёжа. И с полногласием, которого нет в Болгарии – Володя. Ну, какая-то была мода на такие русские и советские имена. И, кроме того, даже встречается такое аканье, а это считается типичной приметой русского языка – Москва. И вот Володя – такое имя тоже фиксируется. Русским считается имя Лев. Болгарское должно быть быть Лав. Так крестили своих детей толстовцы, которых было немало в Болгарии. И очень велика роль русской советской литературы, ну, и фильмов тоже, которые дали свои имена для болгар. Мы вот видим здесь Юрий, Алла, Людмила, Галина, Наташа. Наташа даёт болгарское имя Наташи. Я встречалась, я знаю одного Наташи. Светлана, хотя это имя вписывается в болгарские прозрачные имена, есть Светлана, но именно Светлана поколением рождённых Светлан в 50-60-х годах воспринимается исключительно как советская. Ульяна для старшего поколения ассоциируется с Лениным. Сейчас, конечно, Ульяна уже совершенно Ленина и не будут знать, что когда-то он там был Ульянов-Ленин. Интересно, что имя Александра, которое вошло, увеличилось по своей частоте в конце 19 века и сейчас иногда воспринимается как русское. Я встречалась с этим, это очень интересно. Встречаются и другие, так сказать, русские следы. Вот в болгарской еврейской семье девочка получила имя Феня, хотя по еврейской традиции она должна именоваться в честь последней умершей женской родственницы, это Фортуна, но по-болгарски Фортуна – это Буря, и решили следовать прорусской моде и назвали её таким именем Феня, хотя я сомневаюсь, что в эти годы, 50-е, 60-е в Советском Союзе Фени были. Пожалуйста, дальше. Ну вот, собственно, идеологическое имя, его исследовал болгарский аноматолог Пело Михайлов, обратите внимание на его имя, Пело тоже очень, такое нетипичное, он известный очень аномаз, но он всегда занимался только топонимии принципиально, но один раз и он сломался, когда он увидел имя Энгелсина, и оказалось, что таких всего в Болгарии две Энгелсины, при том, что мужское имя Энгел встречается пять раз. Он нашёл этих дам и анкетировал их, и оказалось, что они родились в 50-е годы, и у одной был отец социалист, и он выбрал имя в честь Энгелса, Энгелсина. А вторая Энгелсина как раз документирует вот этот совершенно иной принцип, который типичен для болгар, кто слушает мои доклады, уже довольно-таки много по именам, уже знают, что часто болгар именует своих детей в честь старших родственников, такой есть закон, вот или крёстные на западе, или на востоке, условно говоря, в честь бабушек, дедушек берётся, или одна буква, или слог, буквованные, сречкованные. Здесь вот в честь крёстной, которую звали Энна, и мать, и крёстные подбирали красивое имя, иногда составляют и слогов, а здесь вот выбирали благозвучное, необычное имя. Для девочек, кстати, чаще, чем для мальчиков, имена конструируют, составляют имена. И вот здесь появилось имя Энгелсина, совершенно не идеологическое, связывает это с немецким Энгел-Ангелом. Немецкое влияние довольно-таки сильное на Болгарию тоже было. Таким образом, на примере этих двух Энгелсин мы видим, что в каждом болгарском имени есть какая-то интрига, есть загадка, которая может быть разгадана только при помощи семейных нарративов, рассказов об именах. Дальше, пожалуйста. Потому что иногда в неидеологических, так сказать, именах содержится идеологическая составляющая. Я теперь привожу нарративы на болгарском языке, но, может быть, это будет интересно болгаристам. Это отдельная большая тема, как люди рассказывают о своем имени и о семейной истории. Вот здесь рассказ об одной старушке, ее зовут Вера, 90 лет ее уже было и по традиции, о которой я уже упомянула, ее должны были назвать в честь бабушки Вакла. У нее уже было семь братьев и пришел старший брат, когда она родилась, Ангел, который был социалистом и сказал, нет, ее будем назвать не Ваклой, а мы ее назовем Веркой. Вера в справедливое будущее. Вот, казалось бы, Вера, Надежда, Любовь да, но вот здесь именно Вера в справедливое будущее. Иногда в именах, которые звучат совершенно по-болгарски, вот опять с суффиксом К, Явка, Яфа, никогда бы я не предположила, что это из русского Явка место конспиративных встреч, однако это вот так. И оно пошло уже дальше, появилось и мужское имя, Явко, Явко Слав и так далее, стало жить своей жизнью. Дальше, пожалуйста. Теперь у меня шесть историй, вы мне скажите, даже когда нужно остановиться, потому что основные идеи я уже сказала, я остановлюсь. В основном это наши коллеги, все ученые, историки, музыковеды, и они отвечали на мои вопросы, в основном дали вот такие нарративы. Идеологическое имя. И посмотрите, как здесь интересно. Эта искра Рачева родилась в 42-м году, и ее тоже назвали в честь ее крестной искры Неделчевой, которая родилась в 1906 году, и она родилась в семье первых коммунистов, и ей дали как раз название газеты «Ленинская искра». И получилось, что уже в следующем поколении эта искра живет, и живут такие остатки идеологического, какого-то идеологических коннотаций. В этой семье потом родился брат, которого назвали Пламен. А, конечно же, искра имеет в себе идею огня. В Болгарии очень много таких имен. Огняна, Пламен, Пламена, Огняна и так далее, и тому подобное, переводных. И явно, что здесь семья была русофильская, вот они взяли «С искры возгорится пламя, орфография сохраняя». Дальше, пожалуйста. Это первая идеологическая по наследству искра. Еще одна искра. Ее назвали в честь тети, которую, в свою очередь, назвал отец, тоже в честь ленинской газеты «Искры». И она поддерживает социалистические взгляды до сих пор. И семья такая очень ливацкая. И вся семья очень революционная. И я всех спрашивала, когда же вы празднуете именины? Потому что в Болгарии сейчас бум именины, и все находят какой-то день, очень забавно, как они подбирают этот день, чтобы праздновать имя, которое нет в Святце. В частности, Свободка, про которую я сказала, что она очень воцерковленная, она празднует 9 марта, в день 40 севастийских мучеников, когда считается, что именно там есть какое-то имя, которого нет в Святцах. Для искр возможности колоссальные. Просто колоссальные. Все, что связано с идеей огня, но это отдельная большая тема. Нередко это служит поводом для шуток. Вот, в частности, эта искра праздновала именины 11 декабря, выход первого номера газеты «Искры». Я, честно говоря, не проверяла, но вот поверила. Дальше, пожалуйста. Третья искра. Идем дальше. Вот еще один очень интересный вариант. Отец этой искры, когда был студентом, работал в газете «Софийская искра». Они все были очень молодые и очень любили эту газету. Но по какой-то причине газету закрыли. И все редакторы, которые там работали, все назвали своих детей «Искрами» девочек. А мальчик получился «Искрен». И мы опять выходим на эту интригу. Если бы я увидела имя «Искрен», я вполне могла бы подумать, что это имя просто с прозрачной семантикой, чтобы ребенок пожелательные так называемые имена у болгарок очень много. Чтобы ребенок был искренным или чтобы он был как «Искра» таким воспламеняющимся. Но здесь конкретно есть история, связанная с газетой «Софийская искра». Это еврейская семья, у них нет именин, но «Искра», вот сестра этой моей коллеги Фения Декала рассказывает, что она может праздновать 5 мая, мы знаем, это день печати. Дальше, пожалуйста. Еще одна «Искра», длинная очень история, я думаю, что в этом зале многие знают «Искру Шварц» и даже публиковали как-то историю ее имени, но она мне рассказала подробнее и сказала, что в публикации написано неверно. Ее назвали в честь девочки, которая очень нравилась маме, когда она ожидала эту искру, эту девочку звали «Искра», очень красивый ребенок и очень красивая эта девочка. И дальше она как историк и гуманитарий объясняет историю мне этого имени и то, что это имя вписывается в имена Планен, Румяна и так далее. У этой «Искры» два имени, она была крещена и в честь бабушки Анны, поэтому она празднует соответственно именины День Анны. Любопытно, если вы видите не знаю насколько тут простите такой длинный непереведенный текст, это «Искра» в честь которой назвали «Искру Шварц» была из еврейской семьи, поскольку предыдущая история была про девочку из еврейской семьи, я подумала, что это как раз самая семья, но казалось, что нет, не совпало, было бы очень любопытно. Дальше, пожалуйста, пятая «Искра». Меня назвали по-болгарски крестить, это необязательно совершать обряд в церкви. Крестить – это просто давать имя. Даже мне рассказывала Ксения Климова, у греков то же самое. И когда ее спросили, как ты крещена, она сказала, меня не крестили, как, а как у тебя нет имени? То есть крестить – это просто дать имя. Так вот, вот эта «Искра» получила свое имя в честь зарождающегося света. Она родилась 22 декабря. И, как вы видите, я выделила полужирным, никакого идеологического смысла моя мама не вложила в это имя. Это абсолютно болгарское слово с древних времен, символ зажигания света, огня и тепла «Искра» и перед докладом я зашла на ее страницу в Фейсбуке и к ужасу своему обнаружила, что этим летом она погибла в автокатастрофе. И, как всегда, пишут какие-то комментарии люди, и у всех доминировало слово светлина, туплина, свет, тепло, хотя у болгар вот это светлый путь, это очень часто и такая вербальная формула для покойного, но здесь явно, что это коррелировало с именем, особенно у тех, кто ее знал. И последняя «Искра», профессор «Искра» Христова Шомова, которая очень подробно мне рассказывает, и вы видите, какие интересные стратегии в этой семье. Да, это болгарское имя, принцип был, чтобы в каждом имени была буква «Р», чтобы звучало красивее это имя, и маму звали Розалина, и уже старшую сестру звали Боряна, и так далее. Надо сказать, что имя в Болгарии сейчас проживает реинтерпретацию и актуализируется, очень часто переосмысляется, появляется, все заканчиваю, да, как раз заканчиваю, спасибо, Даша. и вы видите, что мама этой искры даже смеялась и шутила, что ее имя искрящийся, как шампанское, я тебя назвала в честь шампанского искра, такое было болгарское шампанское, которое вот остается любимым для носительницы этого имени. Но она не продолжила эту искротрадицию и она очень переживает, что нет имени в святцах и она уже своих детей крестила иначе. И, пожалуйста, последние краткие выводы. Надеюсь, что я показала, что болгарский именослов исключительно богатый, пополняется разными способами из всех возможных источников. Сочетание нескольких стратегий выбора имени для ребенка и принадлежность к роду переход от бабушек, крестных, тетей, дядь имени новорожденному, индивидуализация имени, желание родителей и так далее. Идеологические имена не всегда являются идеологическими и наоборот не идеологические имена могут оказаться идеологическими. Здесь очень велика роль семейных нарративов для интерпретации имени. И последнее, но очень важное сейчас бум реинтерпретации личного имени и актуализации изменения его семантики и возвращения прозрачности имени. Большое спасибо за внимание. Последние. Вопросы. У меня была одна пустая в Болгарии, но он же надеялся по имени звезда Лина. Мы спрашивали много знакомых с Калюей, впервые слышим, вот это имя звезда Лина, вот это красивую звезду или политическую какую-то идеологическую реакцию. И есть ли это в вашем анабисионе? Да, у меня есть звезда Лина, конечно же. Звезда это частая звезда, звездица, звезда для мужчины. В Болгарии очень продуктивны самые различные способы образования имен личных. Просто вот там всегда имени Георгия я насчитала 70 имен, и то это еще не все, вот самые разные своеобразования. Поскольку это девочка, как я уже сказала, для девочек стараются выбрать какие-то красивые имена. Возможно, двух ее бабушек звали звезда Ирина или Ангелина. Один вариант. Может быть, сколько угодно вариантов, нужно, конечно, спрашивать, что конкретно имели в виду ее родители. Но предполагаю, что это красивое имя. Одно время в 80-е и 90-е годы было очень модно расширять имена вот такими суффиксами, делая их типа западные такие. На это, Юри это, Звездолина. Вот так. А имениново Звездолина они празднуют 12 апреля, если вам это что-то говорит. День в советской Болгарии. В Болгарии до... В советский период тоже был достаточно многоксовестный. Нет, безусловно. Моя мысль такая, что если сейчас снова возвращены в церкви, то мы не признали победение этого самого мастикона, просто потому что вы сами сказали, что нет связок, значит, мы не отказываемся в реломке христианское имя. Как с этим происходит? Нет, конечно, это древние болгарские имена и связано с практикой именно речения, когда у болгар очень сильны были ритуалы выбора имени пожелательного. Снежана и румяна это совершенно не имеет никакого отношения. Снежаны нет, румяны нет, этих нет. Есть там Петка, допустим, но тоже переводная из Параскеви Пятницы и Неделя Святая Болгарская, Неделя это воскресенье Доминика. Нет, это совершенно не советская практика, это такая общеславянская практика, у нас же тоже были всякие Добрыни и так далее. Про вторую часть вашего вопроса, спасибо, это очень хороший вопрос, про церковь, Бавгары очень нерелигиозные, очень не церковные, очень, но те, кто религиозен, они, конечно, стараются выбирать имя, которое есть в Святцах, но здесь толерантность и полная свобода, допустим, Гошу будет праздновать в День Святого Георгия, это его паспортное имя, полная свобода. Вопрос от Оли Торефиловой, у нас вопрос, и, наконец, спасибо, на вопрос, интересно, что вы искренне, что вы вы, 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 спрашивали, не спрашивали, не спрашивали? Нет, я не спрашивала, нет. Спасибо за вопрос, нет. И тогда последний вопрос, дебата от меня, во-первых, насколько у Бонгарда распространена аббревиатура типа МЭЦ или РОЯМО, насколько они давали по аббревиатурам, насколько это было приятно, во-вторых, насколько я понимаю, есть отчество, я не был калиска, в каком случае, насколько связка от него отчество, может не является признанным, там где-то МЭЦ и БАШ. Вы знаете, это отдельный, нужно делать доклад про отчество, это действительно интересно, так называемый Баштину имя имя отца, и она может быть фамилией, я это не трогала, и к этой теме не имеет никакого сейчас отношения, нет, а вот сокращенные именно у Болгаржи даже есть такая работа известнейшего намаста Болгарина, Балканского, его фамилия Балканский, который называет один из принципов именно речения лошадином, когда из слогов составляют, типа наших Виулен, Марксена, там тоже есть имена, но у нас, вот поколение моих родителей, у меня почему-то у всех такие были Виулен, Марксена, Нинель, у меня, вот поколение моих родителей таких, там нет такого, хотя с именами там были разные такие влияния, и когда пошла культура и какая-то техника в 30-е годы, детей именовали трактор, тетрадка, советское это влияние или не советское, и в музее, в Габрово есть, там музей Кича, и там есть подбор вот таких имен, имен, туалетка, салтетка, вот такие имена были, так что спасибо большое. Спасибо всем.